основные темы были изложены, но очень кратко. То есть у вас есть общее представление обо всем по чуть-чуть в санскрите. Замечательно, спасибо. У нас есть те, которых я точно не знаю, кого я знаю там просто, они прошли то ли пять занятий, то ли семь, с ними все просто, то есть там нету представления общего Елена. Вот есть у нас Елена, которая просто Елена. Которая я? Да. Ну, пройден Бюллер полностью, практически всякая Чернгина. У нас пример самого умного, пожалуй, самого опытного ученика. Ну, я бы так, наверное, не сказала. Помимо Анатолия, пожалуй, вот Елена самая мощная. Здорово. Спасибо. Так, значит, Елена еще только... То есть у нас есть, получается, те, кто прошли или пять занятий, то есть письменность Деванагари и прошли склонение на А, это большая часть. У нас есть двое, которые уже закончили, или закончили, или заканчивали Бюллера, то есть занимается уже четыре года, условно говоря, ну, три-четыре там, да? Ну, вот у нас есть две категории, то есть в основном люди прошли склонение на А, кто-то, возможно, прошло еще склонение на И, и догадывается, что существует спряжение. Очень хорошо. И они хотят самас. Нет, ничего проще. Самаса – это настолько естественно, у нас русский язык, он пропитан самасами, поэтому все. Так, ну что, я попробую включать тогда вопрос? Да, Елена. А вот что такое самасы, композиты и еще баховрики? Вот это все можно объяснить? Да, обязательно. Сейчас Татьяна. А, ну хорошо. Ну, отлично. Еще один участник. Я пробую запустить трансляцию ее. Сейчас, одну секундочку. Какие еще вопросы есть? Момент. Пока все, да? Эта запись можно будет еще раз посмотреть, чтобы сейчас ничего не было. Если сейчас не слетит, то да. Хорошо. Ну все, начинаем с Мангала-Чарана. Секундочку, секундочку, секундочку. Почти. We are almost there. Почти. Попросим. У меня сейчас вроде запускается. Анатолий, прошу тогда проверить, идет ли стрим. Анатолий, тут? Нет? Я здесь. Можешь, пожалуйста, проверить? Идет ли стрим. Ну вот, 17 человек, а во вторник было бы трое. Хорошо. Прочитаю Мангала-Чарана. Да. Благоприятное начало для нашего общения. Поклоны учителю, который, смазав моим глаза бальзамом знания, дал мне зрение, мне невежественному и темному. Итак, у нас сегодня общение на тему САМАС. Изначально полагалось, что мы будем общаться только с теми, кто занимается на курсах Энгара Зикшидовича и уже имеет представление, что это такое. Но поскольку все немножко изменилось, мы с вами вначале пройдем по конспекту, которым мы пользуемся на наших уроках. Вкратце, мне бы хотелось в первую очередь для тех, кто занимается, обратить внимание на то, что не весь этот конспект им может пригодиться вот прямо вот на данный момент, потому что он огромный, он очень подробный, очень детальный и вообще во всех смыслах потрясающий. Когда мы начинали заниматься, у нас было шесть страниц, сейчас их 27. И в них легко заблудиться. Поэтому мы сегодня обратим внимание только на те вещи, которые самые-самые главные, которые нам встречаются всегда. Чуть ли не в каждом стихе Бхагавадгиты, если мы ее читаем или каких-то других шастер. И также это будет полезно тем, кто не занимается на классах Эджгора и кто вообще мало, может быть, знает о санскрите. Это должно быть достаточно легко понятно, потому что, как уже говорила, в русском языке мы очень часто используем сложные слова. На санскрите это называется самаса. Композит это, я не знаю, на каком это языке, Марс Юрьевич, какой это язык? Это латынь. Это латынь, через латынь перешло в немецкий, а из немецкого в русский. То есть сложное слово, это один из, то есть у сложного слова есть разные способы наименования. Композит это термин, принятый среди филологов. Да, спасибо большое, Марс Юрьевич. Итак, всего, в санскрите есть всего четыре типа композитов или сложных слов или самас. Они все даны здесь на экране. Первый тип это Татпуруша. Второй тип это Баху Врихи. Третий тип это Двандвай. Четвертый тип это Авья Имбхава. Что это такое? Каждое сложное слово это такое замаскированное словосочетание. Любая самаса или композит, она состоит из нескольких частей. Например, само название Татпуруша. Оно состоит из двух частей Татп и Пуруша. И эти две части, они находятся друг с другом в каких-то отношениях. У большинства, подавляющего большинства самас или сложных слов, первая часть берется без окончания, то есть только основа, а вторая часть или сколько частей у самасы есть, она уже склоняется по соответствующему типу склонения в зависимости от того, на какую гласную кончается последнее слово. Итак, что же значат вот эти вот все четыре класса? Первый Татпуруша, буквально это переводится или расшифровывается Тасья Пурушага, то есть Тасья, это у нас шестой падеж, родительный падеж, его человек, Тасья Пурушага. Мы видим, что мы можем перевести это слово Татпуруша словосочетанием с родительным падежом, его человек. И мы дальше, когда будем смотреть разные виды Татпуруш, там будет видно, что вот эти вот две части, они могут друг с другом соединяться посредством любого падежа. Следующий вид, это у нас Баху-Врихи. Посмотрите еще вот на конспект, мне хотелось вот эту вот часть сейчас рассказать для тех, кто занимается. Все эти четыре типа, Татпуруша, Баху-Врихи, Двандва и Авья и Бхава. Можно вопрос задать? Да, конечно. Я прошу прощения, прослушала, как вас зовут? Татьяна. Татьяна, да? Танечка, подскажите, вот вы сказали Татпуруша в родительном падеже, а потом сказали, что может быть любой падеж. Вот немножко тут пояснить, если можно, или это вы дальше будете рассказывать? Обязательно поясним, чуть-чуть попозже, да. Хорошо, извините. Главное, что сейчас нужно понять, это Татпуруша. Это значит, что у нас два слова внутри самасы находятся в каких-то падежных отношениях друг с другом. Это может быть шестой падеж, может быть четвертый и любой из семи главных, основных падежей санскрита. Что мне сейчас хотелось сказать, это вот эти вот важные слова. Не пугайтесь, пожалуйста, слов, я сейчас все расскажу, что это значит, потому что это очень важно для понимания того, чем бахуврихи отличаются от Татпуруша. То есть Татьяна пользуется санскритской терминологией. То есть есть разные терминологии, Татьяна пользуется исключительно санскритской, не пугайтесь. Каждое санскритское сложное слово, оно состоит из двух частей. Пурвапада, или первое слово, и уттарапада, второе слово. И вот эти вот четыре типа наших Татпуруша, бахуврихи, двандва и авьяйбхава отличаются друг от друга тем, какое же из этих двух слов у них главное, если не пугать санскритскими словами. В Татпуруша у нас будет главным всегда второе слово, в авьяйбхаве всегда будет главным первое слово, в двандве будет главным оба слова, и в бахуврихи будет главным какое-то другое слово. То есть, когда мы говорим о бахуврихи, Эдгар Зикфридович, помню, приводил гениальный пример. Красная шапочка. Если, например, само по себе выражение красная шапочка у нас означает красную шапочку, мы говорим о каком-то головном уборе, то это у нас будет Татпуруша. Но если мы имеем в виду какого-то другого, какого-то человека, у которого есть красная шапочка, то в этом случае уже композит будет называться бахуврихи. Скажите, пожалуйста, этот момент понятен? Если важное второе слово, красная шапочка, то это будет Татпуруша, да? Да. А если главным является какое-то постороннее слово, какой-то человек, у которого есть эта красная шапочка, то это у нас называется бахуврихи. Мы, когда перейдем уже к самим примерам, будет более понятно. Сейчас пока просто вот общее хотелось сказать, в чем отличие между всеми вот этими четырьмя видами. Двандва, оно умбхая падартха прадхана, то есть оба слова здесь являются главными. Что это значит? Это значит, что когда мы переводим это слово сложное, то чаще всего это у нас словосочетание с сочинительной связью, то есть это и это. Например, в русском языке черно-белый, да, черный и белый, то есть два слова, они равнозначны. И авья и бхава, здесь у нас первое слово является главным. Это наречные композиты, которые чаще всего встречаются, их значение в словарях, поэтому касательно вот этого можно вообще пока что большинству из нас не переживать, не думать, как мы будем переводить и не сильно, может быть, углубляться в ту часть конспекта, которая описывает его, потому что все эти слова, они есть в словарях, мы их легко переведем. Итак, давайте посмотрим конкретно все эти... А циферки вот стояли 1, 2, 3, это номера падежей или это что-то другое? Вот римские 1, 2, 3, 4, 5, 6 или просто это по порядку? Это просто порядок, который будет дальше вот здесь. Вот порядок, который у нас будет в конспекте перечисляться. Итак, Татфуруша, вот оно его определение, то есть вторая часть этого композита является основной. Для тех, у кого конспект, есть этот весь на руках, хотелось сказать, что вы себе сделаете какие-то, может быть, пометки, на какие моменты из конспекта сейчас, в самом начале, нужно обращать внимание, потому что не все эти самасы нам могут часто встречаться, какие-то из этих вещей мы, может быть, вообще там два раза в жизни встретим. Но они здесь все даны в конспекте, и поэтому можно в нем утонуть. Итак, вот они пошли у нас, Татфуруши или Тасья Пуруша, его человек, его слуга. Первый тип – это с именительным падежом, Пратхаматат Пуруша. Это крайне редко встречаемый тип, поэтому мы не будем на него сильно обращать внимание, потому что мне хотелось, чтобы мы еще все потренировались. Нам можно конспект еще раз сбросить, чтобы не искать, если есть такая возможность, сбросить нам сейчас конспект. Оля, конспект есть у тех, у кого он уже есть. Те, кого, если кто-то сегодня поймет, что ему это интересно, он придет в воскресенье и увидит конспект. Конспект пока не в том виде, чтобы его размножить. То есть его создатель пока недоволен им, поэтому тут есть определенные ограничения. Мартис Юрьевич, насколько я поняла, в Ютьюбе нет транспектов. Я знаю, я знаю, я пытаюсь решить. Двите этот Пуруша, или этот Пуруша с акузативом, винительным падежом. Это можно уже почитать, но на самом деле это тоже достаточно редко встречаемое явление. Мы видим, вот у нас, например, есть пример. Грама Гатаха, кто-то там. Грама – это деревня. Гатаха – это пошедший буквально. И переводится оно будет девадатта – пошедший куда? В деревню. Дальше. Вот это вот. Это специально для тех, кто учится у Эдгара Зиквидовича. Когда он говорит, что нужно сделать сама совиграху в комментаторском стиле, как бы ее сделал традиционный санскритский комментатор, это на самом деле ничего страшного, потому что все это дано вот здесь. Другими словами, это просто мы должны пересказать своими санскритскими словами, то каким образом связаны у нас слова друг с другом внутри композита. То есть если у нас двите этот Пуруша, то вот эта сама совиграха будет выглядеть вот таким образом. Стоять, стреляю. Кто из присутствующих, когда Татьяна говорит «двития», понимает, что она имеет в виду? Кроме Анатолия и Елены. Ну, я понимаю. И кроме Ольги. Роза, ты тоже много знаешь, это плохо. Значит, кто понимает, когда Татьяна говорит «двития», что она имеет в виду? Кто-нибудь может догадаться? Что-то типа второй. Типа второй, потому что она, как честный индус, значит, приводит индийскую терминологию. Да, соответственно, порядковый, числительный, «двития» – это какой падеж, соответственно? Винительный. Винительный. Все не понимают, да, теперь как, что надо переводить. Татьяну тоже надо переводить. Татьяна переводит переводчика. А теперь надо Татьяну переводить на русский, то есть у нас тройной перевод. Имейте в виду, просто не пугайтесь. Когда вы не понимаете, не боитесь, не бойтесь, пишите, а что такое «двития», а что такое «сама свиграха», вопросы задавайте, не слушайте, это не лекция. Да, 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 вы можете это понимать. Задача не в том, чтобы Таня блеснула, а задача в том, чтобы вы поняли, да, Роза? Почему мы «дводаттах» пишем в скобочках? Ну, здесь просто оно не относится непосредственно к композиту. Оно как бы подразумевается, то есть можно с ним, а можно без него. Понятно, теперь ясно, спасибо. Я прошу прощения, можно мне тоже вопрос? Да, конечно. А вот по первому примеру, разве вот этот пример для меня больше похож на Дхармадхару, чем на Татпурушу? Ну, почему-то я так подумала первоначально. Мы дойдем, давайте, мы дойдем до Дхармадхары, и потом уже посмотрим, чем они отличаются от остальных Татпуруш. Дхармадхара – это тоже тип Татпуруши, но у него там есть свои изюминки. Ой, нет, я не то называла, бахуврихи, не то сказала. Почему-то, да, на бахуврихи для меня он похож больше, чем на Татпурушу. Потому что он как бы обозначает реально как бы другого, то есть описывается «дводатта», собственно говоря. То есть какое-то другое слово, как вы сказали. Елена, это гениальный вопрос, я с ним мучилась очень-очень долго, когда я пришла на курс Энгера. Смотрите, вот это вот слово «гатаха», оно уже само по себе является определением для кого-то. То есть пошедшее в деревню. Ну да. И само по себе оно не обозначает что-то другое, оно уже обозначает кого-то, кто пошел в деревню. А, все, я поняла в этом смысле. Да, окей. Просто мне смутило, если бы не было «дводатта», в принципе, было бы мне понятнее тогда, честно говоря. Да, я согласна, полностью, на 100% согласна, что это сразу же, как это слово «гатаха» на скобках, оно сбивает максимальный столб. Потому что сразу определение как бы его идет. Почему наоборот подчеркивать, что имеет отношение конкретный человек не какой-то другой, а конкретный человек? Нет, это может быть любой другой, пошедший в деревню, вообще пошедший. Это чересчур лишнее дополнение в данном случае, когда мы только начинаем изучать конспект. Нет, всего лишь нужна сноска, оно не лишнее, но требуется пояснение. Ну, значит, нужна сноска, а ее нет. Нужна сноска, я не спорю, что она нужна. Я просто говорю, что выбрасывать не надо, оно здесь не просто так стоит. Но любое слово, вас смущает любая запятая, и ее надо пояснять, вот и все. И даже если на странице будет 2-3 страницы будут сноски, это не проблема. Спасибо, тут все понятно теперь, да. Есть вопрос. Я поняла так, что Тат-Пуруша – это у нас, значит, та форма, когда склоняется у нас вторая часть словосочетания. Вот если мы говорим, что здесь Двития, значит, у нас получается так, что опять Тат-Пуруша, значит, должна склоняться вторая часть, но у нас в акузативе стоит первая часть, деревня-то у нас стоит в акузативе. Спасибо большое, Ольга. Это на самом деле очень часто сбивает людей с толку, когда они видят в предложении, например, грамма-гатэна, девадатэна, тра-тата, что-то там было сделано. И они сразу начинают вот это вот окончание, которое здесь вот появляется, автоматически хочется сказать, что вот это вот у нас Тат-Пуруша. Но вот это вот слово Двития, оно означает именно внутреннее отношение между вот этими словами, в то время как вот это вот всё, оно является одним словом целиком. Как, например, у нас может быть, я не знаю, самодельная конфета. Вот у меня есть. И само по себе я могу, например, сказать, я кушаю самодельную конфету. И вот это слово самодельную конфету, оно будет стоять в каком? В винительном падеже. Кого, что, да, я делаю самодельную. Но взаимоотношения между само и дельную, они будут другие. Это будет у нас уже следующий падеж. Сделанную кем? Сделанную кем-то, вот самим сделанным. Поэтому вот это слово Двития, Тат-Пуруша, оно означает, что первое слово по отношению ко второму слову будет стоять в Двития, Вибхакти, или в винительном падеже. То есть первое слово у нас стоит в винительном, а второе стоит у нас тогда в своем. А второе стоит в каком нужно по контексту, да. Ну, здесь мы не видим то, что оно стоит в акузативе, да, поскольку у нас есть только его основная форма. Именно. Какая-то корень там, собственно, окончание, не окончание, какой-то софикс или еще что-то. Да-да-да, именно так. Но мы предполагаем, что это с акузативом здесь, в акузативе. Да, когда мы переводим, нам становится понятно, в каком же падеже оно должно стоять. Игрома, это как раз мы видим здесь, что тут мы видим, винительный падеж. Да, вот как раз, когда в раскрытом виде это все понятно. Мы же сейчас смотрим, собственно, первую часть, да, которую мы встречаем реально в тексте. В первой части там нет расшифровки. Ну, все, я буду дальше слушать, пока на этом этапе, пока все более-менее ясно. Хорошо. Еще, может, какие-то есть возражения, недопонимания? Да, вопросы. К первой мы еще раз вернемся, да, к первой. Первой? Вот к этой? Да. К прадхама? Нет, мы к ней не вернемся, это настолько редкая вещь, что не хочется не тратить время. Хочется, да, посмотреть то, что реально нам в жизни может часто встретиться, и хочется, чтобы все попробовали самостоятельно образовать вот такие вот слова. И самостоятельно их потом перефразировать вот таким вот образом. Так, следующий у нас это третий, этот пуруш, это уже, ну, часто довольно-таки встречающие, особенно, когда мы имеем дело с причастиями, кем-то что-то сделано. Например, да, вот у нас было самодельный, сделанный самим собой. Вот, ну, и другие также варианты бывают. Дханья артхаха – это богатство, добытое при помощи, то есть кем-чем. Дханья – зерно у нас, и артхаха – это богатство. И здесь у нас два слова, связанные друг с другом через третий падеж инструменталиса. Вот оно, окончание инструменталиса появляется, когда мы расшифровываем или перефразируем своими словами эту самасу. Это сложное слово. Я не думаю, что с этим какие-то сложности могут возникнуть. Все ли понимают, что слева до двоеточия стоит сложное слово в том виде, как оно встречается в тексте, А справа Татьяна разворачивает то, чего в жизни не видно и не бывает. То есть это имеется в виду, но пишется то, что слева. Имеется в виду, что между первым и вторым словом отношение творительного падежа. Между первым и вторым словом отношение творительного падежа. То есть окончание «эна», «дханьяна», «эна». Но в самасах оно сжимается и подразумевается. То есть тебе надо предполагать. И что советует Татьяна? Предполагать, исходя из частотности. Вот Тиртия Татпуруша – это наиболее распространенный вид Татпуруши в Бхагавадгите. Он встречается больше, чем все остальные вместе взятыми. Поэтому она говорит, что незачем останавливаться на прадхама, на именительном падеже, потому что их нет. Но зачем вам разбираться в том, как они устроены, когда вы не опознаете то, что часто встречается. А вот Тиртия очень часто встречается. То есть реально в жизни вы никогда «дханьяна» на архах не увидите. Но именно это имеется в виду. То есть, чтобы понять сложное слово, надо восстановить, в каких отношениях между собой вступают части. То есть перед нами голые основы, кроме конца самасы. Кроме конца самасы, в конце у нас окончание, все по-честному, но только у последней части. А нам нужно понять, в какие отношения вступает каждая часть между собой. Внутри одной самасы может быть несколько самас. Это не обязательно, она одна такая. Там может быть целый зоопарк. Сложное слово внутри сложного слова внутри сложного слова. И между каждой частью есть какие-то отношения. Их нужно разворачивать, восстанавливать и в голове удерживать. За что мы начинаем цепляться? Для того, чтобы это начинать разворачивать. Все-таки это глагол у нас будет нам показывать инструментальность или какой-то поддержка. Связь какого-то глагола. И, соответственно, мы будем искать... То есть у нас есть глагол в какой-то форме. И мы будем искать, соответственно, какое слово, через какой поддержь связано с этими существителями. Или как его разворачивать. Просто вот я сейчас смотрю на примеры и понимаю, что я, наверное, не догадаюсь, что это инструментальность. Хотя я в чистом виде наверняка бы его знала. Что делать? С какой боку подходить-то? Как вот здесь разбираться? Как распознать, что это у нас трики от Поруши? Да, и вот вопрос, что главное второе слово. То есть здесь все-таки главное слово богатство получается главнее. Или в каком смысле главнее? По смыслу? Да, здесь имеется в виду именно что имеется в виду? Именно имеется в виду богатство. А уже вот это слово, Дганьейна, оно поясняет второе слово. То есть чем человек... Чем богат-то человек? Богат он зерном. То есть какое слово главное? Второе слово главное. Артхаха. Это у нас главное слово. Дганьейна, оно уже его поясняет. У залезняка в очерке это дается как А и Б. И он показывает схематически в очерке, в каких отношениях А вступает с Б. А как мы можем догадаться, в каком именно оно падеже? Ну, я думаю, что это только из контекста мы можем действительно понять. Ну, получается, частотность, частотность, это один из способов работы с текстом. Если имеешь дело с гитой, ну, проверь, а имеет ли смысл, если между ними будет отношение творительного падежа? Ну, то есть частотность, как один из возможных способов. То есть мы идем методом перебора. То есть глагол нам не подскажет здесь, вот то, что Оля спрашивала, Гусева, не подскажет глагол нам в этом случае, да? Что-то они скажут. К сожалению, нет. К сожалению, не подскажет. Хорошо, это в одном произведении. А если меня интересует совершенно другого рода произведение, если я, допустим, ну, пока на сегодняшний день еще не знаю, да, какая там частотность в этих вот, собственно, работах будет, да, то есть какая сама собой там чаще употребляться, я такой должна подход искать вот здесь, то есть на что мне опираться? Разбираться все-таки, ну, не знаю, подскажите, вот, ну, что опираться? Как разбираться с этим? Ну, как правило, мы переводим оба слова и пытаемся понять, как они друг с другом связаны методом тыка, методом подбирания возможных вариантов. Будет ли смысл, если, ну, вот, самое-самое везде, наверное, встречающееся, это шаштхи татпуруша, то есть с генетивом, как она и называется, татпуруша, хатасиапуруша, то есть человек, его, и 90% или сколько там в Адгите, да, самас, они именно с шестым падежом связаны. Если оно не подходит, мы проверили, значит, начинаем другое проверять. Ну, это все, скорее, с опытом интуитивно уже становится понятно, потому что какие-то вещи… Нет, но есть два подхода, или интуиция, или перебор, то есть перебор заключается в том, что опираемся на частотность. Частотность известна, то есть, грубо говоря, там три основных типа отношений между словами, они встречаются гораздо чаще, чем все остальные, все. И мы перебираем, имеет ли смысл, если ежик, значит, верблюда. Не имеет смысла. Если верблюд, ежика, и дальше смотрим, кто, кого, чего. То есть методом перебора. Просто Таня быстро в голове перебирает, поэтому она это называет интуицией. Интуиция – это когда мы опускаем ненужные шаги. Когда мы не механически перебираем все, а когда мы уже что-то отметаем сразу, а что-то проверяем в определенной очередности. Это и есть интуиция. То есть вычислительные мощности у компьютера недостаточно, чтобы разобраться в санскритских самасах. Поэтому человек на сегодня переводит быстрее, чем компьютер, потому что у Тани есть интуиция, которая опирается на разум, и она отсекает ненужное. Компьютер не все виды самасы может опознать, а Таня может. Вот почему? Вот и надо слушать, почему она может, а компьютер не может. Современный компьютер не может разобрать самасы. Спасибо. Смотрите, для студентов, что хотелось сказать, то, что татпуруши чаще всего можно обвести у себя в распечатанных конспектах. То есть что мы проверяем? Это либо шаштхи татпуруши, саптами татпуруши тоже встречается периодически, либо это у нас третит от пуруши. Вот это вот самые частые варианты, которые у нас есть. И когда мы, например, будем в конце пробовать сами их составить, мы будем опираться именно на эти части конспекта. Ладно, саптами. Ну, с падежами, в общем-то, понятно. То есть просто оно с разными падежами могут разные слова друг с другом по-разному взаимодействовать. Еще что из конспекта важно сейчас нам для занятий. Это нань татпуруши тоже встречается сплошь и рядом везде. Это самое, наверное, простое, легко узнаваемое. Это нань, это отрицательная частица, которая в форме самасы, она принимает просто такую приставочку «а» или «анна». Это тоже сложное слово согласно грамматике. То есть если у нас есть брахманаха, а брахманаха – это уже самаса, это уже не брахман. А куда буква «Н» делается? В санскрите все вот эти вот штучки, они иногда в западных учебниках берутся в такие квадратные скобочки. Это означает, что они убегают, называется «ит», то, что от корня «и», то, что уходит. То есть непосредственно в грамматических операциях эти буковки не участвуют, но они обозначают какую-то сферу их применения. То есть если там одна буковка стоит, то она… Это ярлык, которого нету в языке, это символ метаязыка, искусственного языка, который придуман для удобного описания языка естественного. Может быть вопрос в этом самом слове «абрахманах», это означает «набрахманах», может быть про «н», которое «на». Ольга, смотри, вот этот термин «нанни» – это грамматический термин. Начало этого грамматического термина – это реальное слово. Собственно, как ты и сказала «на». А хвост указывает на то, что это не нормальное слово, а слово, придуманное грамматиками. Нет, я имею в виду вот об слове «абрахманах». В слове «абрахманах» нету ничего из «нанни». А, то есть это «нина», да? А, «нина». Можно будет потом обсудить со ссылками на «штадхьяи» по «нине». А сейчас предлагаю двинуться дальше, потому что это такие слишком уже грамматические нюансы, если мы будем смотреть по какой сутре, что куда уходит. Мы не дойдем до конца, до которого хотелось бы дойти. Достаточно запомнить то, что это, если мы видим какое-то слово с «а», и нас Эдгар Зиквидович спрашивает, а что это за самаса? Мы сразу поговорим, это «найнд от Куруша». И он будет очень рад. Хорошо? «Прадид от Куруша». Еще один довольно часто встречающийся композит. Это сложные слова, в начале которых стоят приставки. Эти 21 штука, которые называются «прадии», которые в глаголах являются упасаргами, которые участвуют в образовании глаголов и существительных. И когда они встречаются с существительными, такие слова называются «прадид от Куруши». Как они расшифровываются? У них нету какой-то строгой формулы для самасовой грахи, как Эдгар Зиквидович объяснял, что разные комментаторы, они могут по-разному вот эти вот «пра» расшифровывать. То есть у нас «праачарьяха» он может быть «прагатаха» – «ачарьяха». А может быть «праватаха», может быть «пракрыштаха» – «ваатаха». Но нам, опять же, на нашем нынешнем продвинутом уровне это не требуется. Достаточно будет узнать то, что это у нас «прадид от Пуруши». «Прадид» – это ряд префиксов, как уже говорилось, начиная с «пра-ади». То есть это задается списочно. Вот есть список, совпадает со списком. Все, относим сюда. «Гатид от Пуруши» мы пролистываем. Потому что тоже пока не в коня корм. А «упапада» – «тат Пуруши» – это тоже очень-очень важная вещь, которую нужно понимать. Что такое? Что же это такое? Все знают слова, например, «атма-джа» – «рожденный от атмы», так сына называют. И у него в конце есть вот это вот «джа». Здесь вот есть «ману-джа» – «мантра крыт». Видите, у них в конце такие коротенькие слова. Это первичное глагольное образование. То есть, по сути, сам корень только чуть-чуть изменен. И в русском языке это что-то вроде «винодел». То есть, «делает». Мы не можем сказать просто «дел». То есть, само по себе вот это вот слово «дел» не встречается. И точно так же у «папада» – «тат Пуруша». Вот это вот слово, которое находится на втором месте. «джа» или «крыт», само по себе оно не встречается. Оно встречается только в композитах, как вот «мантра дел», «мантра крыт». И для того, чтобы нам сделать «самаса виграху» или расшифровать это сложное слово с помощью обычных, не таких сложных слов санскритских, мы должны из вот этого частички сделать глагол. То есть, «мантра крыт» – это… Здесь это сделано не через глагол, а через существительное. То есть, создатель чего? Создатель мантр. Но чаще всего это делается именно через глагол. Например, как здесь вот «кумбхакараха». «Кумбхам» – это вот это слово, первая часть. «Караха» у нас превращается в «кароки». То есть, тот, кто делает горшки. И если мы видим, у нас как раз в домашнем задании был такой вариант нужно было сделать у Папада-самасу, у Папада-татпуруша, то она вот таким вот образом и составляется. То есть, мы берем вот это вот слово. Сбилось в смысле. Сбилось в смысле. Так, прошу прощения. Может, кто-то меня вернет в реальность. Если вот с этим вот какие-то непонятки, что такое у Папада-татпуруша? На примере… Понятно только, что такое у Папада. Как им все-таки переводится? У Папада вспомогательный, да? У Папада, да, это дополнительное слово. И здесь все вот эти вот слова, га-ми, джа-ха, они требуют дополнительного слова. И вот это вот слово ману или нагара, это является этой самой У Пападой, этим дополнительным словом, которое требует вот эта часть композита. Хорошо, с этим понятно. Раз спрашивают список окончаний. Я не уверен, что имеют в виду. Список вот этих вот от глагольных формочек? Да, крыт. Боюсь, что он такой же, какой список вообще санскритских глаголов. Но самое часто встречающееся – это именно крыт и джа. То есть рожденное от чего-то или делатель чего-то. Это можно запомнить. А где джа? А, вот ману-джа. А так они две с лишним тысячи или сколько там глагольных корней есть. Особое Татпуруша исключение – это просто скажем, что иногда бывает, что в Татпурушах, хотя обычно в Самасах все окончания внутри Самас пропадают, но вот есть исключение, когда внутри Самаса может даже встретиться окончание падежное. Это называется Алук Самас. И тут несколько примеров дано. Ване Чараха. Мы видим тут Ване, оно уже стоит в седьмом падеже в местном. И Чараха – это у нас тоже у Папада такая Татпуруша получается, но она еще и Алук. Алук значит неудаленное что-то. То есть здесь неудаленное окончание. Почему этот термин не записан, Алук? Он здесь вот записан. А, все вижу. Роза имеет в виду, почему он не переведен? Нет, нет, я имела в виду, почему он не записан. Почему он не так близко, к примеру? Да, вот, наверное. Ну, это тоже не то, на что нам нужно сильно за что переживать, потому что все вот эти вот Алуки, Самасы, они тоже даны в словарях. Их не так много, и они все есть. Вот Ютхиштира. Интересный пример, который многие, может быть, знают. Имя Ютхиштира как раз относится к этой разновидности. А, вот же, да. Да, как раз оно здесь есть. И седьмой падеж, то есть устойчивый в битве. Да, спасибо большое. Очень с тема. Можно к Ютхиштире еще вернуться? Давайте. Записывайте, да? Спасибо. И теперь мы посмотрим уже, что такое Кармадхарая. Так. Это не Кармадхарая. Кармадхарая называется как это страшное санскритское слово Самана Адхикарана Татпуруша. Самана Адхикарана это значит одинаковые падежи. Когда у нас в Татпуруша два слова, если мы пытаемся их перевести, и они у нас оказываются в одинаковых падежах, то это называется Кармадхарая. Чаще всего в этом случае одно слово оно является пояснением или каким-то, может быть, эпитетом, метафорой к другому слову. Так, например, здесь у нас есть пример Крышна Сарпаха. Можно не обращать внимания вот на вот эти вот подклассы. Это означает только то, какой какой из членов будет какой пояснять. Но по сути они все являются одинаково падежными Татпурушами. То есть Крышна Сарпаха это у нас змея и вот она у нас Сарпаха змея и она какая змея? Она черная змея. Или, например, Ракталата она у нас лиана. А какая именно лиана? Ракта лиана, красная лиана. Либо, может быть, наоборот у нас слева основное слово, а справа оно может быть что-то, что его поясняет. Гапала бала пастух ребенок. Но опять же главное, что нам нужно на данном этапе понять это то, что здесь два слова они в одинаковом падеже. Само слово кармадхарая можно нормально перевести? То есть карма по отдельности корни законные, а вместе не сложить никак. У меня только стишок вспоминается в самом начале был. Сейчас я его покажу. Вот. Такая карика, в которой все слова они переведены ну вот в таком своем естественном значении мирском здесь карма дхарая получается дхарая это глагол императив дай что дай дай мне работу запомнить будет проще да так так это нас уже баху в рейхе сейчас на них уже дойдем корма дхарая вот то есть это когда два слова у нас одинаковые по падежу двигу это еще один тип тип татпуруши а точнее тип карма дхарой так когда в качестве первого члена карма дхара и есть числительное тут есть несколько условий при которых оно будет называться двигу но если честно я бы пока не стала на это сильно за это переживать двигу это сложнее или проще двигу это это чем что чем татпуруши двигу это наверное проще чем татпуруши потому что мы сразу видим что там есть числительное вот но если мы начнем все вот эти вот условия изучать внимательно то нам покажется это очень сложно поэтому пока что как вот на уровне кочергиной сказано что если первая часть числительная значит это двигу двигу это не так по руши двигу это тип татпуруши а тип все таки двигу двигу это две коровы две коровки а почему там гу они год в таком случае две коровный где у меня слонение слова го оно такое хитрое не найду и не буду так бахуврихи то что мы говорили про красную шапочку когда это обозначает кого-то за пределами самого композита и они у нас бывают двух видов эти бахуврихи самана адхикара на бахуврихи помните что это такое одинаковый падеж одинаково падежные бахуврихи либо разнопадежные бахуврихи то есть сама на адхикара на бахуврихи помню что нас кармадгары было тасомана адхикара на татпуруша и значит что вот эти бахуврихи это самый распространенный их тип они построены на основе кармадгары то есть у нас была красная шапочка сама по себе она красная шапочка одно слово она дополняет второе они одинаково по падежу оба стоят в мнительном но когда у нас появляется девочка у которой эта красная шапочка тогда это превращается у нас саманатхикара на баху в рихе и и если бы мы попытались проанализировать в классическом комментаторском стиле кто же такая вот это вот красная шапочка то мы бы сказали девочка у которой красная шапочка то же самое происходит когда мы расшифровываем или делаем эту сама савиграху то же самое мы говорим только на сансквете девочка у которой красная шапочка смотрите вот это вот слово у которой но очень важно потому что как раз когда мы пытаемся определить что это татпуруша или баху в рихе то вот это вот слово у которой оно должно стоять в каком-то падеже кроме первого например у нас был в самом начале грамма гата дева дата пошедший в деревню дева дата если мы говорим дева дата который пошел в деревню то здесь у нас получается тот же самый падеж который и мы сразу понимаем тогда что это не баху в рихе это просто татпуруша когда же этот который принимает форму какого-то другого падежа помимо именительного то есть у которого который мы от которого для которого когда мы пытаемся переводить тогда мы понимаем что это баху в рихе и в зависимости от того в каком падеже будет стоять вот это вот связочка который у которого от которого они будут делиться на витте ярдха то есть то что с у которой вот эта вот связка будет стоять во втором падеже у которого эта связка будет в третьем падеже четвертом пятом и так далее чаще всего встречаются баху в рихе 3 ярдха также как и от пуруша чаще всего на стрите так поруши шашки так поруша и здесь то же самое чаще всего это шашки так пору шашки арха бахуврихи то есть шестым падежом видите здесь вот это вот слово у которого я все она стоит в шестом падежа там опечатка да а номер пять он не соответствует данном случае здесь нету первого падежа да здесь сразу начинается со второго видите поэтому они не совпадают тогда можно было каким-нибудь значком обозначить начинать там я пожалуй согласен с розой что здесь нужно ввести нулевой уровень то есть нулевку надо может быть да я согласен пожалуй с розой нулевку чтобы они соответствовали чтобы двойка была двойка это просто тогда тут надо начать с двух и при этом поставить сносочку и написать что там в общем да то есть если у нас первый падеж вдруг возникает то этот от поруша а если возникает что-то больше чем два это бахуврихи вот это очень хорошая мысль на самом деле татьяна вот это как раз это как раз снос как нулевому если первый тут не смотри сюда ну да да в общем чаще всего это у нас шестой падеж и еще важный момент когда мы переводим по-русски мы говорим кришна у которого желтая одежда питам бараха но на санскрите вообще мы говорим все наоборот видите да саха то есть тот дальше у которого она идет вот здесь а тут уже желтая одежда это опять же для для студентов потому что задумалась для студентов как мы разбираем бахуврихи и уже время много сейчас мы закончим мы начнем пробовать все это глядя глядя прям вот в эти вот примеры и будем сами пробовать это говорить и саптами тоже бывает седьмым падежом но реже чаще всего это четвертый и третий падеж да еще один момент тоже важный которым не надо путаться у нас с частичкой на не бывают не только этот пуруши но и бахуврихи и опять же это все в контексте только познается потому что само по себе вот это слово абхарьяха ну абхарьяха конечно так не переведется потому что харья это у нас жена и очень часто когда когда мы видим точнее не очень часто это всегда когда мы видим что здесь видите окончание какое у нас аха окончание мужского рода на а это значит что это бахуврихи потому что бхарья а то на слово женского рода она должна бы кончаться на а но если мы взяли другой какой-нибудь пример отрицательный такой взять ну а пудра на тоже не подойдет ну иногда бывает такое что именительный падеж это имеется в виду он в контексте какого-то предложения он будет стоять это слово в именительном падеже она может стоять в любом падеже совершенно нету запрета можно вопрос а зачем переводить вот это вот тот у которого нет жены если можно сразу неженатый вот это обязательно нет конечно это не обязательно это просто пример того как будет расшифровываться вот это вот слово абхарьяха и традиционно есть традиция которая предполагает вот такую формулу да можно я добавлю то есть фактически нужно какое-то обладание на и нам показывают просто вот это расшифровкой собственно чем мы обладаем или не обладаем как бы неженатый это еще непонятность до конца на вот тут у которого нет жены не обладает женой да 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 спасибо анатолий нет не просто из абхарьяха непонятно что вот должно возникать ясиас ахата вот откуда оно там взялось вообще смотрите буквально вот это вот слово будет означать не жена ну да а не жена здесь правда вот это вот окончание аха он уже сразу показывает что-то другой род но обычно обычно если бы мы взяли например вот апутраха да если у нас был мужчина какой-то апутраха это можно было бы перевести как не сын то есть вот он какой-то не сын но если мы имеем ввиду не то что вот он не сын а то что это какой-то человек у которого который апутраха у которого нету сына именно для этого нужна вот это вот связка ясиас аха на очень хороший пример все надеюсь что до что хоть до какой-то степени стало более понятно вопрос какой-нибудь еще вопрос вопрос такой как это у нас слова в женском роде вдруг получает окончание мужского рода вот так вот потому что у нас это имеется ввиду то человек какой-то мужчина имеется ввиду это маркер как раз бахуврихи когда мы видим что у нас здесь какое-то слово какое-то какое-то окончание совсем непонятное это значит что это бахуврихи потому что она будет менять свой рот грамматический именно в случае бахуврих вы очень замечательно это подметили как это получается простите с частицей не то есть непонятно татпуруша или бахуврихи да не всегда можно понять вот так вот сходу для этого нужно все целиком перевести но если мы видим что здесь изменения грамматического рода то это явно бахуврихи у нас было где-то в бите такой пример который вот прям сразу признайтесь честно кто уже полчаса как не понимает ничего сейчас будем практиковаться и проверим если кто-нибудь кто вообще не понимает что происходит есть такие которые понимают что что все как все происходит но при этом не знают грамматик я буду удивлён если вы все скажете что вы все понимаете что происходит я буду приятно удивлён но удивлён мы сейчас проверим марсис я реевич работа всех по очереди сейчас начнут люди отключаться так прадеба хуврихи это двадцать девятнадцать восемнадцать десять пять три просто все очень быстро и такой материал усвоить за то время которое отведено конечно это нужно приходить на наше воскресное чтение потому что мы это разбираем уже год воскресную школу воскресную школу да и мы это повторяем снова и снова и сейчас мария первые полгода никто не понимал ничего к концу первого года татьяна сказала я я кажется понимаю поэтому о чем ты о чем ты мария тут материал не то что густой от него железобетон должен крошиться и металл плавится это сгущенка что железобетон это же так интересно но но очень концентрированно уваренная сгущенка так прадеба хуврихи это опять же ну похоже на нань похоже тем что это можно перепутать с татпурушами но из контекста когда мы понимаем что нужно вот это вот то у которого или то для которого или тот из-за которого мы понимаем что это у нас не татпуруша а хуврихи а так те же самые префиксы они используются здесь у нас вот про патита парнаха то есть это не просто упавший листочек да тем более что парна это у нас средний род а здесь мы видим что он вдруг превратился в мужской вот но это именно дерево у которого все вот эти вот листочки они упали вот она брикшаха то есть дерево на самом деле когда у вас перед глазами распечатанный конспект все чуточку легче поэтому вы сейчас работаете в условиях невыносимых но это как бы ну вот некоторые отяжеление с распечатанным конспектом чуточку легче поэтому бы нам несколько листочков хотя вот этих чат выбросили мы бы распечатали легче на у меня есть занятие у тебя все конечно есть только миска дочь распечатать 4 странички все уже есть и на вспомнить только можно вытащить пример все таки разобрать с деревом листью проговорить еще раз чуть-чуть пропатитаха пропатита парнаха это брикшаха у которого то есть то дерево саха ясня у которого пропатита они парна они упавшие листья не знаю что здесь проговорить может быть вы спросите что именно тут ну мне лично просто я очень плохо владею всеми падежами и так далее да пропатита они мне вот очень интересно вот они это в каком это средний род множественное число именительный падеж все спасибо оказывается татьяна знает и нормальные слова не только две тия третия да прадхама вибхакте бахувачена наполоса калинга соответственно тоже именительный падеж и какое там число такое же множественное все интересно это у нас все бахуврихи построены на основе кармадгара и да вы помните сейчас еще будет один вид бахуврих так сначала а еще из этой же категории саха бахуврихи это очень простое очень часто встречаемые когда мы видим впереди слова са или саха что редко но бывает но чаще са то это понимаете что есть формальные вещи видишь а вначале одно видишь огрызок обрубок глагольного корня другое видишь са вначале все то есть на самом деле есть уйма формальных показателей которые сразу вас направляют и вам не надо думать вам надо помнить есть моменты где невозможно не думая разобрать а есть где думать не надо да это как раз из той категории и маркеры нужно четко вот либо себе в мозгу зарубить либо выписать конечно роза конечно можно просто людям вот сделать такую вот грубо говоря вот эту методичку листик с этими маркерами ну вот мы для этого варгал синий татьяну чтобы она поняла кому что больно и у кого что не получается и чтобы это сподвигло ее к созданию такого листика ну я готова там не помочь есть в этом смысле давайте попробуем и думаешь сериал заканчивается на первой серии что ты дала самасы и это теперь стало понятно и выглядит расшифровка вот этих вот са кто-то то есть буквально это если мы возьмем это будет с кришна и понятно что это не с кришна это кто-то кто находится вместе с кришной у нас всегда саха идет с третьим падежом если вы откроете качергину раздел падежи вы увидите что в инструментарисе она пишет что одно из значений социативная то есть вместе саха то есть на самом деле сейчас оглядываясь назад вы можете понять что качергина как бы это тоже говорит но не явно не явно вот явно ни в одном ни в одной русскоязычной книги до сегодняшнего дня это сказано не было нету такой книги это дело не в том что вы книги плохо понимаете просто такой книги нету а разве здесь саха не должно быть после кришна в обычном виде да в но если у нас правильное предложение да то тогда кришна и насаха конечно здесь поскольку у нас самаса в играх а тут вы сами видите что все задом наперёд как мы уже там смотрели ясья саха то здесь вот это вот саха она стоит на том месте где она в самасе чтобы насчет вот этой таниной мысли сзади на вперед вы понимаете с какого конца начинается разбор самасы слева направо и справа налево справа это вот тут кто значит готов проголосовать на слева направо здесь мы слева сажены видим и сразу понимаем что это самаса но это мы определить это формальные признаки и определение ее под типа но разве это нам помогает ее перевести ну каком-то роде да но в общем разбираем ее справа налево надо уточнить что это именно в классическом подходе вот который дает эдгар мы разбираем справа налево а каким-нибудь там интуитивным методом можно ее хоть как наверное разбирать но правильно методом можно попасть в просак методом гадания на кофейной гуще поэтому да метод гадания на кофейной гуще он может быть хоть откуда и куда-нибудь вот но если делать так как именно правильно так как круче соответственно надо справа налево и у меня слишком много пищи я просила 5 пищи спасибо так и второй вид бахуврих у нас был первый это сама надхикарана бахуврихи бахуврихи или одинаково падежные бахуврихи и бывают еще когда у них внутри этот пуруши представляете это мало того что нужно связать вот это вот слово которое бахуврихи с чем-то посторонним так еще и понять что внутри него происходит к счастью их бывает всего два а не семь и на каждый падеж по бахуврихи а их бывает всего два но почему-то они у меня не листаются так чтобы оба были видны сразу попробую не получится но в общем их бывает только два либо у нас в правой части местный падеж либо в левой части 6 родительный падеж и грузии предлагает выучить нам давайте примера чакра пани и и шаши шекхараха ой и чандраканти чем там дальше будет то есть здесь у нас чакра это оружие до чакра и рука чакра в руке если мы будем переводить то есть хари господь вечно у которого в руке чакра хари он хари у которого в руке чакра а на санскрете это будет звучать в обратную сторону чакра в руке у которого он чакра пани это у нас именительный падеж а вот это у нас локатив вот он локатив правой части и второй тип который у нас бывает это генетив или шестой падеж родительный падеж в первой части чандра луна кантихи это сияние у нас сияние то есть луны сияние сияние луны или красота да чандра сия и ва кантихи есть какие-то недопонимания по этому поводу проще спросить если кто-то кто понимает значит да может быть кто-то понимает очень красиво можно сказать что очень красиво то есть еще раз подведу небольшой итог по бахуврихи они у нас бывают всего двух видов точнее трех первый вид это когда одинаковые падежи внутри слова которые есть у кого-то красная девочка у которой есть красная шапочка либо у нас бывают разные падежи два варианта либо родительные либо местные и примеры рама у которого красота луны и вишну у которого в руке чакра это все варианты бахувриха можно также аналогию провести до девочка у которой красота шапочки который краснота шапки девочка которая такая же красная как красна шапочка возможно да это тогда у нас будет нет не получится и здесь должно быть тогда шапочка красная девочка то есть здесь важный момент то что шестой падеж он должен быть именно на первом месте то есть шапочка красная девочка тогда будет правильно бахуврихи хорошо вот эти вот классификации они даны больше для того чтобы мы просто с ними ознакомились поэтому если герзик спрашивает какой-то бахуврихи то можно вот это вот ему не отвечать татгу на самоведеняна бахуврихи вот это можно просто почитать свободное время и количественная классификация то же самое мы этим никогда не пользуемся на занятиях вот только те три типа мы обсуждаем особо тихий бахуврих конспекте есть части для устрашения а есть реально необходимые не для устрашения для общего развития вот и еще одна необходимая часть это 22 то есть словосочетание с соединительной связью это и это и эти два бывают двух видов во первых это может быть просто перечисление как например рама шча кришна шча это рама крышна у рама и кришна это рама крышна у и тогда у нас окончание посмотрите получается либо двойственное либо множественное число в зависимости от того сколько членов в самасе здесь у нас и двое поэтому получилось окончание двойственного числа нужного рода то есть если у нас здесь крышна это мужской род то и окончание тоже мужского рода двойственного числа если было бы еще кто-то там то было бы уже множественного числа окончания относительно то хорошие баху грехи 2 на гораздо проще воспринимать нет да 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 это гораздо гораздо а может быть это чисто предложение только тут по логике надо на поставить логику рассуждение тогда как предыдущем начали написать рама кришнау а потом написать что это рама и кришна да кстати это в начало нам ускользнула здесь так и второй вид 22 это когда может сколько угодно чего перечисляться но все это обозначает что-то единое какую-то совокупность смотрите например по неподобным здесь у нас есть руки паре есть по 1 ноги и есть мухам лицо и обратите внимание на окончание когда у нас имеется ввиду именно сама харадван это у нас окончание всегда будет среднего рода единственного числа сколько бы этих членов не было это именно в том случае когда какое-то единство обозначается здесь мухам она и так среднего рода но вот здесь вот понятно раджан так раджан я радха швам нас а шва это лошадь она мужского рода но здесь она вдруг превращается в средний род потому что это обозначает некую совокупность некое единство это маркер ну вот и все авьейбхава все авьейбхавы есть в словарях авьейбхава это композиты у которых в первой части есть какие-то несклоняемые слова например отдыхи купа ну и в конечном счете они имеют значение какого-то наречия какого-то состояния где вот близость блага но это все такое понемельское часто очень встречается из авьейбхав это с ядха в начале то есть ядха что-то ядха бхагом например бхагавадгите было расположены в соответствии с порядком ядха это как вот и как что-то лет ха шактим как как силы то есть посильно но еще раз все это есть в словарях поэтому можно сильно не переживать по этому поводу вот и сейчас мне хотелось с вами немножечко со всеми поиграть в игру составь сама со у нас было домашнее задание жестокая игра нет нет совсем не жестокая у меня даже приготовлены все таблички со склонениями для того чтобы в нее можно было играть реально смотрите мы будем что мы будем делать мы с вами сейчас вот это давай перед тем как игра давай спросим вообще до этого момента кто ну в общем вопросы какие-то не знаю или поставьте не знаю там оценку там с одного до пяти вообще пять это когда вы поняли о чем говорит татьяна единица вы уже с первой минуты ничего не поняли но сидите потому что вам неловко выйти потому что вы включенной камерой значит единица неловко выйти пятерка в общем-то плюс-минус все понятно давайте так промежуточная значит пересчет голосов анатолий понятно все понятно не бойтесь даже если поставите меньше чем пятерку вас сразу не вы не выключат из группы все написали да цифры не надо завершать пишите как чувствуете давайте мы попробуем давайте просто попробуем подожди не спеши не спеши не спеши мы дойдем так какие все ли написали я вижу 12 ответов нас в чате 19 человек то есть хотя бы 17 должно быть еще пятеро молчат это раз значит должна быть оценка если кто-то спит татьяна нужно чтобы они проснулись поэтому значит нажимание кнопки должно их разбудить это раз-два какие вопросы из того что было какой стороны подходить к самасам какое-то понимание возникает и пока так же как было непонятно не то есть все очень умно но непонятно как подходить текст для это надо дойти до воскресенье в семнадцать ноль ноль каждое воскресенье я думаю что вот мне например еще рано нет вы уже различаете а от и и и и и и по от ма в принципе этих знаний должно быть достаточно сейчас конечно трудно вам будет но это возможно я думаю я жестокий значит инструмент нет нет все сейчас посмотрим что ничего сложного нет смотрите вот слова из которых нам нужно так вот это я удалю нам не нужно все данные слова использовать нам нужно составить самасу использовать эти слова здесь дан перевод что мы делаем мы смотрим на перевод и пытаемся придумать словосочетание из двух слов на русском языке то есть я должна выбрать два любых слова любых слова и мы будем делать из этого самасу ну давайте возьмем друг хануман первые два друг то есть друг хануман или друг ханумана нет друг хануман друг хануман в каком в каких падежах будут стоять у нас эти слова если мы говорим друг хануман поддавайтесь именительный оба в именительном падеже значит у нас это будет что значит это у нас будет кармадхарая 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 Роза ты начинаешь понимать как должна выглядеть таблица формальных маркеров я могу только сказать то что я отдельные маркеры услышала те которые я услышала я могу включить то что то есть это вопрос Наташи Вачнадзе если ты помнишь почему ушла Наташа она сильно расстраивалась при отсутствии маркеров она их видела изначально и пыталась это видение донести до окружающих но не было услышано ну вот я была сейчас готова была бы эту идею подхватить потому что я до нее дозрел ну да она я видел изначально то есть идея маркеров это как раз идея лингвистическая то есть есть формальные признаки если перед тобой там числительная то это как бы вот частеречный признак если у тебя там в конце обруба глагола это уже ну то есть разные формальные маркеры их достаточно много на самом деле они сокращают путь ну их же надо сначала услышать прежде чем ну как бы я их не вижу потому что я не знаю грамматику а Наташа их видела потому что она очень хорошо разбирается в грамматике хорошо то есть у нас сухрит у нас будут слова сухрит и ханумат конечно сразу самые сложно склоняемые слова мы взяли потому что это прозвучал вопрос почему это не двандва а татпуруша друг ханумана видимо почему это не двандва двандва это два два этот и этот то есть если бы у нас был какой-то друг и еще и еще и хануман вот два человека два живых существа тогда это была бы двандва а если у нас есть один один друг и это хануман тогда это у нас будет кармадхары то есть есть сомнения так у нас есть сухрит и есть хануман поскольку у нас может быть определяющий или специфицирующий член как слева так и справа у нас мы можем написать как сухрит хануман так и хануман ханумат сухрит как у нас будет в каком падеже будет стоять первое слово ольга у меня да у меня как раз кого мы начинали кому мы начинали мучить нет начинали мы с маши а смотри 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 точно простите так сухрит у нас будет с каким окончанием как мы пишем и не скажу я вам как мы пишем это я с падежами как бы и в смысле я знаю что сколько склонение на согласные тань это двадцать восьмое занятие кочеркино она на третьем а тут не нужно этого знать потому что первое слово не будет ни в каком падеже стоять у нас будет просто основа как звучит основа мария как как написано так и звучит да сухрит и дальше у нас будет добавляться просто слово ханумат ханумат которое правда потом будет изменяться еще чуть-чуть по санхи которое вы наверное тоже еще не проходили но главное что мы должны понять что это просто одно плюс другое и здесь мы уже ставим в нужный падеж но написать да как она будет или не пугать написать написать писать писать чушь так сухрит ой сухрит нуман это будет если например в первом падеже либо если мы берем без какого бы то ни было падежа то это будет ханумат просто основа как кришна у нас без без висарги на конце это просто основа здесь у нас просто основа это ханумат а если первый падеж крышна ха а здесь хануман будет а если мы хотим превратить это в баху в рихе и сказать что например по отношению к раме вот у него есть друг хануман замечательно как мы это скажем мы просто добавим слово рама рама у которого для которого хануман является другом а если нас эдгар спросит а что же такое за вот то есть понятно в конкретном контексте мы будем видеть что если есть рама то тогда вот этот композит это он является баху в рихе а если нет рамы то тогда это кармадхара кто понял вопрос роза кто понял вопрос розы осмысление розы ну смысл как из стат поруши кармадхара получится у нас баху в рихе роза ты можешь развернуто сказать что ты поняла я чисто методический вопрос задала потому что пример да если мы смотрим на текст и мы видим вот конкретный композит в данном случае сухрет хануман ну в общем сухрет хануман видим этот композит и как мы его должны вот правильно отнести и какому типу да то есть и в данном случае мы не видим никакого контекста да но если у нас уже есть рама можем предположить что соответственно скорее всего этот композит он имеет отношение к раме ну мне так кажется чисто интуитивно по крайней мере да то есть потому что я сюжет немножко знаю да и соответственно мы можем предположить что это у нас уже не так не кармадхара просто друг хануман а именно баху в рихе который превращается в друга ханумана друга ханумана именно по отношению к раме в общем я я просто наблюдаю за все происходящее я не знаю мария давайте попробуем с вами сделать сама савиграху для вот этого слова посмотрите как она выглядит в случае кришна сарпа то есть она и черная он и черный и он змей а как мы скажем что он и друг он и хануман да хануман асал 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 сухрыча отлично так давайте без санхи хануман асал сухрыча замечательно а теперь мы сделаем то же самое но если у нас если у нас это стало баху в рихе сейчас я перелистаю на баху в рихе то есть я саха то есть у которого вот видите так это да это она это у нас в одинаковом падеже стоят питом амбаром то есть здесь у нас друг хануман у которого тот рама да тот у которого рама у которого друг хануман смотрите что мы делаем у нас здесь было пита пита амбара амбара у нас каждое слово встает в нужном падеже в общем то мы здесь уже то же самое сделали да у нас получился уже хануман и сухрид они уже в именительном падеже и нам еще нужно это все связать с рамой и как мы это связываем мы это связываем за счет вот этой вот связки есть я саха замечательно саха саха так давайте мы с вами сначала составим словосочетание на русском языке вот из этих слов елена ну давайте великая обезьяна великая обезьяна это у нас будет махат и копи так это у нас опять же будет карманхаре правильно потому что оба слова стоят в одинаковом падеже так где у нас карманхаре вот она карманхаре так мы берем вы склонение знаете или еще пока нет она не подозревает о существовании склонений пока хорошо сейчас мы вам покажем у нас есть значит два слова махат и плюс копи зайдем волшебный вот сюда так у нас есть смотрите склонение слова махат вот он у нас в мужском роде обезьяна у нас мужского рода она у нас будет выглядеть вот так вот махан акапи сейчас мы найдем его вот он у нас капи у нас будет капи хи и теперь так где она вот она попробуем объединить два этих слова со словом махат есть правда небольшой фокус то что он когда в самасу попадает он превращается в маха буква т убегает значит что у нас получится здесь по итогу маха капи хи маха капи хи маха и попробуем сделать сама совиграху вот таким же образом здесь здесь уже когда мы расшифровываем у нас будет в именительном падеже стоять маха 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 да маха 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 алкарин петича замечательно Можем ли мы придумать какое-то бахуврихи с великой обезьяной? Как вы думаете, какое могло бы быть? Может быть, не из этих слов, но мы придумаем что-то другое. Например, у нас есть лес, в котором живут великие обезьяны. Да, лес у нас будет ванам, это слово среднего рода. Давайте попробуем сделать теперь из вот этого вот, махака пихи, чтобы это стало бахуврихи, к слову ванам. Лес, в котором живут обезьяны. Это будет прадед, нет? Нет, это у нас будет обычная бахуврихи, сама на Адхикарана бахуврихи. Сейчас мы найдем их. А живут здесь как-то надо отмечать? Кого? Живут. Живут нет, просто лес, в котором... Так, сейчас мы... Смотрите, что тут будет происходить. Как у нас был сухрид друг хануман, чтобы сюда не листать, я вот здесь вот покажу. То есть у нас был рама, для которого хануман – это друг. А здесь у нас будет лес, в котором великие обезьяны. То есть смотрите, как оно выглядит. Друг хануман и потом рама. Рама, значит, здесь у нас будет великая обезьяна и потом лес. Маха-ка-пи-хи. А, здесь у нас будет падеж локатив. Смотрите, у нас будет маха-ка-пи. А, нет, это... Панамума. Да, у нас, потому что в среднем роде, смотрите, у нас лес, он среднего рода. И в среднем роде у нас будут слова на и, которые оканчиваются. Ну, поскольку склонений пока еще не проходили, вы не знаете, поэтому я расскажу. То, что они у нас будут кончаться просто на и. Вот эта вот висарга, она уходит в капи-хи. И получится просто маха-ка-пи-ва-наму. И теперь попробуем сделать сама савиграху. То есть великие обезьяны, в котором тот лес. Давайте открою маха. Маха-ка-ка. Смотрите, у нас много там обезьян, да? Махан-та-ха. Да, Махан-та-ха. Капи у нас где? Сейчас найдем. Капая-ха. Капая-ха. Отлично. Махан-та-ха. Капая-ха. в котором, кто может подсказать, как будет звучать, в котором, потому что у нас здесь не ясья, а в каком падеже нужно сказать? Ясмин. Ясмин, отлично. Ясмин и тат. Уже не саха, а у нас тат, потому что ванам – это среднего рода. Тат ванам получился. Хорошо, замечательно. Видите, если у нас есть таблички. И тогда это будет саптамярдхаха. Да, замечательно. Тебе можно руку пожать. После объяснения Тани это становится очевидным. Очень хорошо. Давайте, кто ещё хочет попробовать? Елена ещё у нас недавно, Мищенко. Давайте, Елена, вот вам. Слова на русском языке. Я могу придумать всё, что захочу? Да. Да. Мне уже страшно. Это прозвучало кровожадно. Я так звучу от перепуга. Так, давайте замученный враг, кровожадно. Отлично, замученный враг. У нас будет замученный враг. Враг у нас шатру. И замученный у нас бирита. Тут я не уверена, на самом деле, что это можно так сказать. Ну, почему и нет, в общем-то. Замученный враг. Может, просто сейчас играем. Да? У нас будет. Пирита. И какое окончание? Не знаете ещё. Ну, ничего. Вот он у нас. Шатру. В именительном падеже просто в рестарго добавляется. Чаще всего у нас, когда причастие прошедшего времени есть в композите, то это у нас на первом месте, это у нас бахуврихи. Но поскольку он у нас на основе кармадхары, поэтому кармадхара, в общем-то, в таком виде тоже может быть. А, тогда давайте мы сначала это проанализируем как кармадхараю, что это просто замученный враг. А потом проанализируем то же самое, как бахуврихи. Тот, которым враг был замучен. Которым? Ладно. Так, чтобы проанализировать это как кармадхараю, мы вот так вот будем говорить. В мужском роде, да? Ну, а почему бы нет? То есть у нас пидитаха будет? Ага. Пидитаха. Ча. Асау. Да. Пидитаха. Ча. Асау. Шатрух. Шатрух. Ча. Отлично. И теперь то же самое, как бахуврихи. Бахуврихи. Так. Да, мы начинаем думать с другой стороны. Понятно. Давайте возьмем сака, но мы его сразу в конец напишем. Так. Шатруху. Шатруху. Пидата. Пидита. Пидита. Тот, у которого враг был замучен. А можно тот, которым враг был замучен. Как мы тогда это скажем? Это у нас. Давайте посмотрим тогда. С каким падежом оно должно быть? Которым. Инструменталис. Инструменталис. Пойдемте вот сюда, в конспект. И будем смотреть. Так. Это вот у нас бахуврихи с инструменталисом. Видим? Ена. Ена, Саха. Отлично. У нас будет тут Ена. Ена, Саха. Все хорошо получается, Милена? Спасибо вам большое. Можно спросить? Да. А зачем там осоу? Осоу – это такая вот... Классическая... Формула. Это формула, Оля. Это формульный язык. Да, с нашей точки зрения, может, оно никакой особой ценности не имеет. То есть он и хануман, он и друг. Вот принято вот так вот комментировать. Ну что, Ольга Соловьева, давай попробуешь? Можно выбирать слова. Да. Переситу. Не прогадаешь. А? Переситу. А то все мужики да обезьяны, мужики да обезьяны. Возьми женщину. Такие слова. Ну а второе слово – к сите, какое же подобрать? Ну, например, друг ситы. Давайте друг ситы. Ну ладно, пускай друг ситы. Это у нас тогда что будет? По названию? Да, друг ситы. Ну, то есть в каких падежах оно будет стоять? А. Ну, друг кого? Ситы. То есть это родительный? Родительный падеж. Это у нас Шаштхита Пуруша. Так. И посмотрите, как оно здесь выглядит. Бакта Кришны. То есть у нас Кришна на первом месте, Бакта на втором. Кришна Сья, Бакта Ха. Здесь то же самое будет. Ситы – друг. Давайте попробуем это сказать. Ну, давайте, пусть их будет много. Почему бы и нет. Ну да. Друзья ситы. И попробуем теперь… Знаете склонение ситы? Или включить? Да, более-менее. Давайте тогда в шестом падеже, скажем это. В шестом. Ситая. Ага. Ситая. Сухридаха. Сухридаха. Отлично. Друзья ситы. Все, это у нас получилось. Шаштхит от Пуруша. Давайте попробуем теперь придумать еще какой-нибудь Баху-Вейхин. Может быть даже с этими же словами. Так, вот тут у кого друзья ситы. Нет, так не получится, потому что оно должно быть либо одинаковое, то есть друзья ситы. Не может быть. Не поняла. А хотя почему не может быть? Может быть, у нас же может быть в первой части может быть шаштхи. Но я имела в виду чуть-чуть по-другому. Ну, то есть мы можем сказать сита, у которой друг хануман, например. А, в смысле, прилично. Либо мы можем взять вот где оно. Здесь я саха, то есть тот, у которого друг ситы. А, понятно. Ну, не очень логично просто звучит. Тот, у которого друг ситы. Классная, потому ты спросила, что нам нужно делать, потому что казалось не очень осмысленно. Да. Или, например, хануман, для которого сита является другом. Или сита, для которой хануман является другом. Давайте сита, для которой хануман является другом. Если это у нас так урушит, то, получается, у нас хануман должен, ну, он за пределами должен быть? То есть мы о нем не упоминаем? Так. В явном виде, да? Ну, мы же имеем в виду кого? Мы имеем в виду ситу, для которой хануман является другом. А, ну, в смысле, наоборот. Да, да, да. Главное слово – за пределами. Окей. Значит, сита, для которой друг хануман – это у нас, получается, женский род должен быть. Да. Окей, но проблем. Значит, это та, у которой друг… Ну, я просто по-своему, точнее, не по-своему, а, ну, как я учусь, вот, у нас немножко по-другому разбирается. У нас та, у которой друг хануман. Вот такой, ну, структура делается. Хорошо, давайте попробуем так. То есть это будет са… Са… Ясья… У которой… Нет, у которой сейчас… Мы потом переставим в нужное… В нужном порядке. Вот, ясья… Нет, ясья… Нет, ясья… Черт, как трудно. Ну, в этом, в самасовиграхе, оно, мне кажется, даже проще в нашем случае, чем сделать… Из этого самасу. То есть та, у которой друг хануман. А когда мы делаем из этого полноценную самасу, мы что должны сделать? Мы должны соединить хануман и сухрит. Поставить женский род. То есть получается… И поставить женский род. Хануман сухрита. А… Нет, так не получится, потому что это основано согласно. Я, если честно, даже не помню, как она будет в женском роде, и как ее… Марцис Юрьевич, может быть, вы или Анатолий скажете, как она будет в женском роде. Отвлекаюсь, кто будет в женском роде? Сухрит. То есть нам же нужно сделать… Вот, хануман сухрит. Если у нас сито… Я сейчас найду, подскажу, где это можно подсмотреть. Сейчас я… Вы можете дальше говорить, сейчас найду, просто табличку сброшу. Ага, спасибо. Ну, то есть принцип он сейчас понятнее стал, да? Ну, так более-менее. То есть у нас сейчас будет сито… Честно говоря, составлять напрямую проще, чем сначала вот этим описанием. Мозг весь сломаешь, а потом из него что-то выкидывать. Напрямую? Татьяна, ты поняла, что имеет в виду Ольга? Нет. И я нет. Я поняла. Что значит составлять напрямую? Ну, вот хануман сухрит – это понятно. А как мы пытались с самого начала сконструировать, то есть сначала этим описанием, потом… Ну, в общем… Ну, лично мне так сложнее. Не знаю. Это просто другая логика. Вот и все. То есть тут просто можно отключить мозг и попытаться… Ну, серьезно. Можно просто взять… Мне кажется, это так поздно. Я очень хочу спать, мне очень трудно его включить. Отключить… Sorry. Ну, лично это у меня так. Я не знаю… Ну, это сложно так… Может быть, сразу сложно перестроиться, но когда это снова и снова мы повторяем… Так, где оно у нас? Бахурехи… То тогда оно, ну, естественно, становится уже совсем… То есть та, у которой друг хануман, тот, у которой желтые одежды, питом амбаром ясья саха. Вот это вот ясья саха в разных вариациях. Оно постоянно-постоянно повторяется, и поэтому уже через какое-то время, естественно, становится, когда мы начинаем так проговаривать. Конечно, если привыкли по-другому делать, то, может быть, сразу сходу сложно. Да, переучивать придется в какой-то смысле. Ну, это… Это быстро очень входит в привычку. Спасибо. Давайте мы еще попробуем. Тут еще есть другие слова. Вот, например… Можно с другими попробовать словами. У нас есть… Лучший… Рама… Лес… Аскет… Поверитель… Дхарма… Бхрыд – это для Упапады, Татпуруша… Я сбросил таблицы, которые я советую. Давайте посмотрим все вместе. Только в браузере неудобно, надо лучше скачать и открыть в PDF-ридере. На какой страничке? 49-й, но здесь неудобно будет искать. Ну, мы сейчас быстро… 49… Браузер, конечно, не приспособлен для чтения PDF. Спрашивают, как попасть на воскресенье. А я ответил. 49… У нас был Сухрыд. Сухрыд – так, следующая страница. Смотрим, там дальше идет… А, там внизу, в самом низу. В самом низу 49-й страницы. Вот это вот хотите сказать? Ну, это, по-моему, совсем не то. Не Сухрыки. Так, женский жерт. Ладно, это тема для отдельного изучения. Да, так сразу сложно найти. Давайте попроще что-то. Вот еще, может быть, парочку проб, и уже будем закругляться, потому что поздно. А еще потом в конце расскажу небольшое, несколько лайфхаков по тому, как переводить шлоки. Для выживших. Кто принесет себя в жертву? Я могу. Так, давайте. Я не слышу, кто? Роза, вы давайте. Да, я просто еще ни разу не пробовала. Можно я попробую? Конечно. Сейчас скажу. Так, царь поддерживающий праведность. Можно такое сказать? Отлично, давайте. Царь поддерживающий праведность. Но я не понимаю, где здесь вообще. Праведность у нас дхарма. Поддерживающий. Угу. Поддерживающий у нас будет вот это. Угу. Рыпа. Угу. Угу. Это у нас будет, скорее всего, все-таки отдельное слово. царь-поддерживатель дхарма царь-поддерживатель тогда царь-поддерживатель это будет сейчас скажу что это будет формат хоре и царь и поддерживатель слово бухрыт мне понравилось как марсис юрьевич сказал что это обрубок обрубок сейчас я найду обрубки но потому что они в таком виде могут и в полноценно отдельно не встречаться вот это у нас посмотрите то же самое что и суп с утра с утра кара кумбхакара ману джага это у нас это у нас это у нас у попадут от поруши вот они у нас были кумбхакараха кумбхам карути идти кумбхакара тогда получается сейчас скажу это будет какой тип это будет типа так никто в данном случае царь кто поддерживает арм да тогда получается что это типа здесь один тип до попадешь один тип один тип я думаю что тысяч какой-то более высокий класс как мы приклеим дарма габрит сначала дарма габрит и можно это по-русски сказать дарма делающий как дарма держитель дарма держать и до дарма держать и как мы это сможем расшифровать сделать сама собираху бхрит у нас будет в нормальной своей форме это бибхарти тогда дарма а как она будет вот посмотрите в винительном но мы же и да в винительном правильно у всех винительных падежей практически одинаково окончание буква м тогда получается дарма и вот это вот дарма и вот этот вот бибхарти бибхарти кумбхам карути идти кумбхакараха дарма би бхарти идти дарма бхарит Да, всё правильно. Всё чудесно. А если мы всё-таки говорим, что это царь, и нам нужно ещё добавить третье слово? Давайте попробуем. Что мы можем? Когда и царь, и держатель, тогда это будет Дхарма-Дхара, а потом ещё и вот это вот... Можно так сказать? Можно. Дхарма-Брын у нас будет тогда Нрипаха. Интересно. То есть он у нас Дхарма-Мхрит. Как мы расшифруем тогда, как Карма-Дхару её? Дхарма-Мхрит. Чар? Чар? Да, прекрасно. Асау-Нрыпа-Хача. Да, Нрыпа-Хача. И давайте теперь скажем... Что у нас там? Лес, в котором царь, поддерживающий Дхарму. Ну, это будет вот это Саптан, Артхав, да? Саптан Яртха-Хаха. Вот она. Вот она. Лес, в котором живёт, подразумевается, царь, поддерживающий Дхарму. Тогда у нас будет первое слово, это лес, ва-ман. Ва-нам. Ва-нам, извиняюсь. Ва-нам. Потом вот идёт Дхарма-Бхарат-Эннарпах. Нет? Ой. Да, правильно. Только у нас ещё что будет с окончанием? Я не знаю. Поскольку у нас ва-нам, видите, это у нас окончание среднего рода, то это, оно тоже должно стать с таким же окончанием. Всё понятно. В одном и том же согласованы. Как, значит, будет? Дхарма-Бхарат... Дхарма-Бхарат... Да, Дхарма-Бхарат... Я не могу это проговорить. Дхарма-Бхарат-Эннар Пхарат-Эннар Пхам. Это куша на скороговорке. Да, да, да. Я ещё до них... Дхарма-Бхарат-Эннар Пхам-Ванна. Отлично. Вот у нас получилось. баховрихи и давайте попробуем сделать его на массове граха вот по такой вот формуле дхарма дальше в котором ясмин ясмин и тот лес так потому что это средний род спасибо спасибо на что еще кто-то один и чуть-чуть светлана может вы хотите попробовать они только зашла пропустила о чем вы там говорили буду тупить ничего страшного все уже потупили на все потупили нам нужно смотрите нужно из вот этих слов сочинить что-то на русском какое-то словосочетание вот потом будем надо взять два слова да из двух не надо все брать рама лучший повелитель поддерживающий праведность вау давайте два ну хорошо начнем с того что рама лучший это вау рама да да обычно вау рама вау рама вау рама да лучший рама лучший лучший из рам вау рама окончание у нас именительном падеже вау рама и давайте тоже скажем например лес которым живет лучший рама лес в котором живет лучший рама лес ванам и не в котором живет ванам рама варам варам рама варам отлично а живет мы опускаем да это у нас уже в сама савиграхе мы можем сказать вот и как мы сделаем это сама савиграху рама рама вот как здесь рама рама получается да да рама отлично ва вараха да вараха пускай ставим так ну и ванам а где в которой в котором сах да наверно ванам сах смотрите у нас что должно стать вот это вот глагол ясмин ясмин да ясмин ясмин а все поняла ясмин который в котором вот тот лес тот лес в котором лучшие рама то есть тот рама или тот лес тот лес тот лес это у нас всегда к к внешнему слову относится так все хорошо спасибо всем большое мне еще хотелось для наших тех кто с кем вместе учимся сейчас небольшой также сет демонстрацию становлю небольшой рассказать историю жизни как я пришла к видя потери к владимиру дружинины мы стали с ним читать как-то раз и мы с ним раньше проходили дюлера еще что-то как-то дружили мы в сфере санскрита вот и потом спустя какое-то время уже походив на занятия энгера зикарда вещами пришла с владимиром читать книжку и начала разбирать как как нас в общем-то эдгар зикарда вещь учит что мы начинаем с глаголов ищем глагол потом ищем подлежащие потом дальше мы начинаем все вот эти вот логические связи от глагола проводить мне владимир сказал так так погодите погодите хотя знаете да что владимир он первый ученик эдгара любимый вот он такой не говорит я чайник я так не могу давайте с вами пока по слову слева направо все переведем чтобы не испытывали комплекс неполноценности что если кому-то не получается то вы не одиноки да и то есть надеюсь ничьих проклятия не заработаем за эти слова но смысл смысл в том что получается есть полная программа есть прожиточные менее есть прожиточные минимума есть полная программа вот вот этот полный синтетический анализ это максимальная программа и даже человек который занимается уже шесть лет у эдгара каждую неделю частно каждой неделе шесть лет каждой неделе частно шесть лет для него не очевидно вот это все смысле получается слету да то есть что вы не думали что вот она вот так вот вот смотрит и щелкает прям все связи всех слов совсем на всех уровнях подбодрить подбодрить мысли что они показала нам фокусы которые мы должны были оценить фокус в том что мы когда дома сидим и читаем эти стихи мы не пытаемся делать это так как эдгар зиквидович спрашивает нас на занятии иначе мы сойдем с ума мы берем и переводим слева направо расставляем над каждым словом сначала что мы делаем сначала мы снимаем все санхи потом мы расставляем над каждым словом подерж число и потом уже когда мы все это сделали мы уже можем попробовать все эти логические связи от глагола этим словам паутинки ниточки прописать и тогда мы не будем сидеть воскресенье не понимать что происходит вот потому что ты хочешь ты хочешь сказать что нужна предварительная работа и она заключается в том что ты надписываешь каждое слово но я так делаю ну конечно 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 просто просто то чем ты говоришь это морфологический анализ а синтаксический анализ невозможен без морфологического ну конечно конечно другой уровень ну да просто когда ты идешь слева слева направо ты анализируешь морфологию и морфологию конечно ну хоть слева направо хоть справа налево на морфология просто можно пойти каким путем что ты методами исключения ты смотришь а где у тебя слова в именительном падеже и ты смотришь это не то это не подходит то есть как бы и же не тебе же не обязательно изначально знать каждое слово в каком падеже ты смотришь вот тебе нужно найти слово в именительном или творительном падеже ну смотришь там слов уже не 100 не сотни там допустим 10 да и ты смотришь нашла именительные все дальше от него то есть можно комбинировать эти подходы не обязательно всегда с четко слева направо ты можешь как бы опираясь вот нас подлежащие сказуемое вот методом как бы задавая вопросы да где слова в именительном падеже так нашла значит что то есть как бы вот можно же по-разному решать эту задачу не обязательно только тупо слева направо и каждое слово написав ты можешь чередовать соединять эти подходы вот вот как мне кажется то есть не обязательно идти слепо по какому-то любом из этих путей их можно сочетать то есть ну глагольную форму если она есть сложно не увидеть и она удобна все равно и найти слово в именительном падеже на самом деле тоже это значит не чаще проще чем кажется то есть остальное уже детали поэтому ну вот да ну почему приятно что есть люди которые в окружении эдгара все равно не прониклись его этим подходом и при этом совершенно изумительно справляются со всеми задачами что должно вдохновить собственно то есть получается что что этот подход получается он не единственно возможный вот в чем дело что даже не владея именно всеми тонкостями этого развернутого метода можно все совершенно точно и верно все равно все передать получается эдгар предполагает что вы сразу видите всю морфологию каждого слова еще до того как вы ее прописали вот посмотрели на слово должны видеть морфологию а таня говорит что нужны нужен предварительный этап прописывание этой морфологии скажем так хотя я грубляю я грубляю и еще хотелось добавить в завершении что может быть иногда даже если совсем начинаем то может быть сложно даже санки разделить или понять в какой форме находится какое-то слово но если просто будем как-то общаться друг с другом у нас же чат для этого и создан наш синтаксический можно просто написать и сказать вот я вот это слово не понимаю или как вот это вот вот пока вот видишь вот год прошел бояться пока бояться бояться сказать что не знают роза роза не имеет значения кому адресовывать вопрос есть вопрос тот кто захочет на него ответить это не обязательно эдгар ты заранее не решаешь кто отвечает на вопрос ты решаешь только задаешь ли ты вопрос а кто ответит это уже не твое дело соответственно я когда что-то пишу я пишу обычно конкретно ну хорошо этот здесь этого не требуется здесь ты можешь не адресовой не дрессовывать вопрос просто озвучить я знаю тебя хорошая манера это действительно здорово когда ты адресовываешь но здесь этого не требуется ты получается ты получается в страхе из-за того что не знаешь кому обратиться ты не лучше, задать вопрос, не адресовывая, или задать вопрос, не адресовывая. По мне, лучше задать вопрос. Я просто не люблю в пустоту задавать вопросы. Я понимаю, я понимаю, но ты еще никогда не пробовала в синтаксическом чате задать вопрос в пустоту. Нет, не припомню. Не припомню, чтобы ты задавала вопрос, на который не получила ответ. Давай так. Я не припомню. То есть это призыв действительно задавать вопросы. Елена, Почему? Ты уже месяц ходишь? Ни одного вопроса? Мишенька, ты одна тут такая, которая месяц ходит? Ну, что не месяц, даже больше. Я хожу, но просто у меня... Ну, эти вопросы, все. Мне надо преодолеть громадную пропасть, которую я просто не знаю, как преодолеть. И вообще не знаю, стоит ли прыгать выше головы, что я сейчас делаю. Потому что между этими самасами и тем, что мы проходим, там еще уроков 20 с лишним. 25. Ну, вот я просто не знаю. Аня же сейчас показала, что все легко. Мне очень нравится. Даже не столько легко, сколько возможно. Не вопрос, не легко или трудно, а возможно. Ощущение, просто бьюсь головой в стенку, и пока ничего не выходит. По-моему, у вас сегодня... Ну, вообще все легко, получилось. С вашей помощью. Но на самом деле, на курсе... Мне вот чем очень нравится курс Эдгара, то, что мы можем попроэстиковаться в совершенно разных областях, в которых мы на данный момент еще пока не очень уверенно себя чувствуем. То есть, если я только-только прошел санхи, можно там потянуть руку в самом начале и сказать, а можно я этот стих разберу на санхи? И все. И, ну, как-то уже будет какое-то участие и с пользой, и учитель, он будет чувствовать, что мы занимаемся, что мы не просто сидим и ничего не понимаем, а что мы хотим что-то понять на своем уровне. Каждая подготовка к занятию уходит в несколько часов, но такое ощущение, что результата нет. Я сижу, что-то читаю, в чем-то копаюсь, а как-то в итоге-то почему-то ничего не выходит пока. Количество переходит в качество, это однозначно, а еще просто время не пришло. Если вы уделяете столько времени, результат будет. Ну да, несколько часов. Ну, у меня еще, ну, такое ощущение, может быть, чисто субъективное, то, что поскольку у нас там у всех уровень совершенно разный, то вот это вот сравнение, да, где я и где там Алексей Топорков, который там с утра по ней не может цитировать, то, конечно же, ну, такое ощущение складывается. Но если мы будем не просто сидеть и слушать, что там они такое говорят, а если будем хоть как-то участвовать, то нам будет, ну, какая-то уверенность, что они в себе, может быть, появятся. Я согласен, что не надо сразу замахиваться на весь анализ. Кто-то может прочесть, правильно расставив лакху и дыркха. Кто-то может снять санхи, кто-то может падежи расставить, кто-то синтаксические отношения. Но для этого не надо молчать. Вот это, пожалуй, вот молчунов я недолюбливаю, потому что я понимаю, что они не понимают. Но почему же тогда они из раза в раз молчат, если не понимают? Не понимаешь, так возмущайся. Скажи, ну, как бы как-то подавай признаки жизни, что вот не понимаю, не знаю, где искать, не знаю, как склоняется до Эва, не знаю, где это искать, не проходил, не положено мне знать. А то молчат. Если каждый момент спрашивать, ты не решай за... Вот ты как, получается, как Роза. Вы уже заранее решили, что так нельзя, это нельзя. Значит, ты... Просто хорошо воспитывали, понимаете? Это проблема. Это проблема. Значит, с вашим воспитанием действительно проблема. Значит, есть, значит, телеграм-чат. Вот по ходу, вот все, что непонятно. Елена, вот я тебя прошу, один раз, вот по ходу, ты выписывай все вопросы, которые у тебя возникают. Вот все вопросы. Вот я тебя прошу, один раз, будь невоспитанной. Вот эти воспитанные и благородные девицы, которые молчат уже год у меня, год они молчат, вместо того, чтобы возмущаться и сказать, я уже год ничего не понимаю. Я не понимаю, что такое акузативус там или там, не знаю, ваши саптами слышу и не понимаю, куда мне идти. Договорились? Один раз ты мне задашь хоть 200 вопросов, но ты их задашь. Хоть 500. Договорились? Один раз. Да, Тань, спасибо тебе огромное, потому что по мне это первая попытка сдвинуть ту глыбу, которая накопилась. А накопилась глыба непонимания. Мне кажется, это очень хорошо, что если люди будут задавать вопросы, у нас же все вроде добрые люди, отзывчивые. Ну, злых заведомо у нас уже не осталось, поэтому, значит, да. То есть получается, все время, просто когда Эдгар спрашивает, всем ли понятно, я же не могу каждый раз кричать, что я чувствую, что вот эти пятеро не понимают от слова. Ну, как я могу? Я же за них не могу сказать, что они не понимают. Они молчат. А в чем смысл этого молчания? Поэтому я прошу, как-то активизируйтесь, потому что нужно начать работу над конспектом. Чего в нем не хватает? Вот то, что говорила Роза. Вот как-то надо осмыслять. Это не значит, что вот все пособия совершенны. Но нужно понять, чего вам непонятно, чего вам не хватает. Единственный человек, а за год было около 100 человек разных, единственный человек, который додумался выписать свои вопросы, это Светлана. Я не видел вопросов никого другого. За год было 100 человек. Один человек выписал вопросы. Как вы думаете, ни у кого больше вопросов не было? Или их выписал только один человек? Нет, вы понимаете, когда есть возможность хотя бы их сформулировать, это уже какой-то уровень. Роза, ты можешь. Ты уже можешь. Мы сегодня столько вопросов хороших задавали. Уже могу, уже могу. Но год назад я не могла. А год назад от тебя никто не ожидал. А сейчас-то уже можешь. А вопросы все равно не поступают в письменном виде. Теперь будут поступать. Отлично. Может быть, еще знаете что, Мартис Юрьевич, вот у нас теперь есть еще какой-то дополнительный предсинтаксический чат. Может быть, если кому-то кажутся его вопросы слишком глупыми, можно вот в этот чат их задавать. Может, но я боюсь, я просто, я наоборот хочу активизировать большой чат, чтобы в нем те, которые раньше ходили и нифига не поняли, чтобы они видят, что есть такие же другие, которые не понимают, чтобы они оживились. Я уверен, что из тех старичков, которые ходили год назад, но забросили, есть пятеро, которые увидят, что они не одиноки и могут вернуться. В этом есть плюс. Вот во что я верю. Поэтому, с одной стороны, вроде хорошо иметь свой между собойчик, но между собойчик это была вынужденная мера. В дальнейшем я не уверен, что ее надо именно укреплять. Наоборот, надо... Я к чему? Я бы хотел, чтобы, наверное, раз в месяц Татьяна какие-то вот такие вещи, вот как бы, не знаю, пока она не уехала в Индии, чтобы она показывала, разбирала. Татьяна, конечно, прирожденный педагог и, собственно, вопросов, конечно, много. И она говорит с другой стороны, и это всегда здорово. Поэтому хотелось бы, чтобы Татьяна еще хотя бы раз была бы готова рассказывать или в продолжение, или повтор того же самого. Даже не знаю. Да, Тань, пожалуйста. Мы даже тебе там может быть какой-то донейшн, но это очень удобно. Можно посидеть, да, поболтать, но знаете, в чем? Проблема в том, что не знаешь, о чем болтать. Как, например, вот сегодня я планировала, что мы будем компанией одной, которая уже видела конспект, которая уже знает, что это кошмар и не знает, как к нему подступиться. Оказалось, что нас в три раза больше и кто-то вообще с санскритом никогда не соприкасался практически. Вот, поэтому нужна какая-то тема и нужен какая-то более однородная что ли аудитория. Ну, аудиторию мы сделаем однороднее, когда кто-нибудь из тех, кто был сегодня, но никогда не был на воскресенье и дойдет до воскресенья. Тогда мы как бы, в общем, проблема в том, что накопились те, кто уже сказали, мы хотим попасть к Эдгару, но не понимаем, как это сделать. То есть вот накопилось там, допустим, условно 10 таких человек и они не, они были бы готовы идти, но они не понимают, как. И просто прийти на занятия, как предлагает Эдгар, я их понимаю, это не вариант, потому что они не понимают даже чего они не понимают, поэтому им как раз нужен подогрев до того, как они начинают жариться на кастрюле. Ясли нужно. Но мне понравилось вот именно самим работать. Вот когда я пришла второй раз и была возможность самостоятельно сложить самасу и понять, потому что Эдгар нас не просит самостоятельно сложить самасу. Да, это, ну то есть, скажем так, я именно поэтому надеюсь, что все-таки мы дозреем до тестов, потому что одно, то есть, чем отличается подход Тани, МНО, значит, как он разбирает санхи? Он их не разбирает, он их просит собрать, а когда ты соберешь в то раз, то ты волей-неволей научишься их разбирать чуть лучше. И вот, пожалуй, вот твой подход это модификация подхода Эдгара. Ты не просишь сразу, ну то есть, как бы ты немножко упрощаешь задачу, потому что, во-первых, расшаривание экрана это сильно упрощает. Сильно. Очень сильно. На самом деле, визуализация это хорошо в PDF-файле, но когда ты не видишь, в каком месте визуализации сейчас смотрит Эдгар, а он прыгает с первой страницы на пятую и так делает несколько раз, значит, за 10 минут он прыгает туда-сюда, то, в общем, документы понимают, что ты не понимаешь, а куда он сейчас перепрыгнул. Поэтому, пожалуй, одно из предложений это, видимо, расшаривание экрана не только сейчас у тебя, но, видимо, и на основных занятиях. Это раз. Значит, два, действительно, необходимость порождения, она активизирует и оказывается, что мы уже кое-что знаем. Нам-то кажется, что мы ни в кем не понимаем, а на самом деле, порождая, мы понимаем, что мы понимаем. И это, опять же, обнадеживает, что оказывается, что человек, который не знает склонения на А, уже может сложить сложное слово. Оказывается. Но на самом деле. Ну вот, поэтому, да, пожалуй, это надо сформулировать. Роза, возможно, даже ты, как вечный, значит, борец за правду и справедливость, могла бы сформулировать, что тебе понравилось в том, как объясняет Таня, и, возможно, чего тебе хотелось бы больше на занятиях с Эдгаром. То есть, он же тоже, как бы, ну. Ну, я это могу сразу же проговорить тем самым способом, что здесь, с моей точки зрения, больше практики и практического подхода. Дело не в практике. Подожди, подожди, нельзя сказать, что Эдгару не хватает практики. Вопрос в том, практика какого рода. Здесь узконаправленная практика. Она уже. Наверное, так. Да, четко специфицированная, четко специфицированная, зависимость. Она не только специфицированная, она проиллюстрированная. То есть, тебе показывается, тебе прооказывается по аналогии, с чем ты должен это сделать. То есть, не просто сделать, а показывается, что ты должен повторить, что ты должен воспроизвести. Я поняла. Все. Это можно назвать мартышкин уровень. Примерно так. Это может быть какой годный уровень. Вопрос лишь в том, чтобы, ну, чтобы ты, ну, а это не обидно. В смысле, слово мартышкин, тут в данном случае не обидно, потому что, ну, а что толку, если ты будешь, типа, вот все время махать головой, кивать головой, что да, да, все понятно, ничего не тебе понятно. Вот, кто больше мартышка тогда в таком ситуации? Поэтому, Елена, с тебя вопросы. Значит, я ожидаю, что на следующем, значит, послезавтра, воскресенье, я у тебя слышу около 500 вопросов. Вот, за два часа где-то 500 вопросов у тебя должно возникать, вот, по моим таким внутренним предположениям. Успеваешь ли ты их записать, я не знаю, но могу предположить. Вот, Роза, с тебя сформулировать, что тебе понравилось здесь, значит, так, чтобы можно было написать, значит, письмо султану, то есть так-то так-то, значит, вот, ну, как-то надо, мы просто занимаясь спредсинтаксисом, не сможем дотянуться до синтаксиса. Надо сам синтаксис немножко тоже поменять, чтобы был какой-то переход. Татьяна, ты согласна или не очень согласна? Мне кажется, наглядности не хватает. То есть, наглядности не хватает, это раз. Два. Я вообще предлагаю, допустим, следующее занятие посвятить полностью вопросам. Никакой рамаяны. Накопилось вагон вопросов. Вагон. Но наше следующее занятие это начало нового цикла. И придут новые люди, которые... Придут новые люди, совершенно верно. Придут на вопросы. Да. То есть, я к чему, что может быть вообще сделать полностью занятие ответы и вопросы. Никакую рамаяну не трогать. Нет, ну, это все-таки не совсем правильно, мне кажется, потому что... для первого занятия, наверное, это не очень хорошо. Да? Вы считаете, что лучше рамаяну, в смысле, да? Нет, может быть, это сделать как раз финальным, логичнее было бы это сделать. Именно финальным. Подожди, что именно финальным? В смысле, рамаяна? Это сложный текст. Нет, я говорю про занятия, вопрос и ответ, сделать его, как бы уделить ему кусочек в конце блока. Это было бы более логично. Нет, 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 это не логично, потому что в воскресенье придут, допустим, пятеро, которых не было никогда. Они не доживут до четвертого воскресенья. Нет. Но они еще пока не знают, что спрашивать, им же ничего не понятно. Они не знают, что спрашивать, в этом-то есть проблема, в этом-то есть проблема, что они не знают. Я согласна, когда можно устроить мозговой штурм, как бы в данном случае мозговой штурм. Но есть старички, у которых есть вопросы, Татьяна, у новичков нет вопросов, но есть старички с вопросами. Вот посмотри на Розу, ее немножко поскреби, она тебя засыпет вопросами. Я скорее предложением засыплю, поэтому меня лучше не скрести. Я к чему. Давайте подсобираем вот вопросы, которые есть на сегодня. Мы перед тем, как начать с АМАСы, год тому назад, на двух страницах выписали все вопросы, всех, у кого были вопросы. С тех пор накупилось много разных других. Не знаю, я бы первое занятие, то бишь воскресенье, вообще бы сделал бы никакой Ромайоны, а вот разбор полетов. Ну, представляете, приходят новые люди, и они видят, что те, кто занимаются Эдгаром, ни черта не понимают. Они убегут. Нет, нет. Они поймут, что братья, братья, сестры, все, я нашел своих, они такие же лопухи, как и я. Ладно, вам виднее. Я считаю, что накопились вопросы. тогда давайте уж, если предложение к Эдгару мне озвучивать, тогда сформулировать вот таким образом, что он дает половину, вот грубо говоря, некой теории, да. Он может вообще теории не давать, потому что у нас этой теории, вот, ты ее на сколько усвоила? На 20% или на 25%, скажи мне? Для того, чтобы был фокус и предмет, с которым мы начали обсуждение. А предмет мы можем взять алгоритм разбора. предметом может быть алгоритм разбора. Чем не предмет? А, у нас было за все время дано около четырех разных алгоритмов. Мы можем взять любое. Два? Два. Два. Какие, Таня? Первый был алгоритм разбора просто предложения, и один был алгоритм разбора стихотворных строф. Ну вот, то есть стихотворная, это уже усложненная схема. Вот, собственно, по-моему, на час можно обсуждать только полчаса алгоритм обычный, полчаса алгоритм усложненный, и час отвечать на вопросы. Час. Все. Никакой ромаяны, она никуда не убежит. Проблема в том, что люди отсыпаются не из-за сложности ромаяны, а потому, что кто-то не понял слово предикатив. предикатив, предикатив, и он уже чувствует себя идиотом, предикатив, предикатив. Я с этим предикативом полтора месяца разбиралась, не понимала, что это такое. Поэтому это должна быть группа реабилитации, а не группа угнетения, значит. Да, то есть получается, что у нас есть носитель знания, который, действительно, носитель, который никак не может, никто не может его заменить. Да, но до конца он не понимает, чего ты не понимаешь. Вот в этом-то и сложность. А ты молчишь, потому что стесняешься, думаешь, обратиться ли с вопросом, к кому обратиться с вопросом, не знаю, и молчишь. А у тебя очень хорошие вопросы, а не по делу. Я с твоими вопросами в большинстве случаев вообще согласен, и я рад, что ты их озвучиваешь. Но ты их озвучиваешь один раз за занятие. Один вопрос. А у тебя вопросов тысяча в голове, и ты ходишь. У человека есть свое представление о том, как вести занятия, каким образом можно встревать и менять. Я не понимаю, как это делать. Ну хорошо. Но ты же, ты можешь их после записывать? Вот я после занятия, Роза, два часа сижу и документирую свои вопросы. Вот я веду занятия два часа, например, вот по Бхагавадгите. Потом два часа я записываю свои вопросы. Вот два часа веду, два часа записываю после каждого занятия по возможности. У меня не бывает так, что нет вопросов. У меня так не бывает. но я свои вопросы записываю хотя бы для себя. У меня они все записаны. Вот просят, просят, просят Варнамалу осветить скрыва. Даже так. Варнамалу осветить? Это кто же просит-то? Нет, это, наверное, Танин, какие-то знакомые, да? Это Куша, наверное, да, Варнамалу. Нет, Варнамалу это не Кэтгар. Это уже все-таки уровень не фонетики, не фонетики. Это уже уровень морфологии. Поэтому, когда вы говорите все вопросы, все равно нужно чуть-чуть специфировать. Значит, нет, подожди, собрать надо все вопросы. Если кто-то спросил Варнамалу, значит, ему присвоивается номер один, вопрос номер один. Адекватен он или неадекватен, уместен, неуместен, можно решить уже по ходу, но собрать надо все вопросы. Если 20 человек скажут, что они не знают, чем отличаются придыхательные от обычных и церебральные от таких, значит, надо это объяснять, все. Нет, это же явно Эдгар не будет этого делать. Почему? Ну, может, кто-то другой, мне кажется, может, кто-то из его учеников объяснить. Да, почему? Ты, получается, заранее уже решаешь, что тебе отвечать на это не будут. Я говорю конкретно про Эдгара и насколько ему актуальны эти предложения. Ему актуально, чтобы группа не распалась, Роза. А если каждого будет своя, один алфавит не понимает, другой не знает, что такое там предикат, значит, и предикатив, чем отличается, у каждого будет своя очень индивидуальная причина, но он на занятия перестанет ходить, то кому от этого станет легче? Или другие стесняются, вот есть там пятеро моих, которые просто боятся, они понимают, что их будут бить, но они не уверены, что они уже хотят, чтобы их били, потому что они не понимают, чем отличается там идея причастия, значит, зачем оно вообще там, например, нужно там и от других глагольных форм, но не понимают, не знают, не проходили. Поэтому по мне надо менять наше поведение, дело не в Эдгаре, а дело в нас. Вот, если вы меня спросите. Мне, если честно, нужно составить просто список терминологии, которые будут переводить, например. Терминология давно переведена на одном из занятий, только даже ты это занятие пропустила. Он есть, я думаю, что мы завтра, да, Светлана, уже, я сегодня только примеры забыла, не успела вставить, а там уже завтра, к воскресенью, может быть, будет готов весь конспект всех вообще наших уроков, которые были, и там первым пунктом на первой странице терминологии. По-моему, все немножко подустали. Да, уже 10. И готовы встретиться в иной раз, когда Татьяна сможет. Мне кажется, вот эта идея с вопросами, прям у меня сейчас какое-то озарение пришло, что на самом деле у нас же много людей, все в чем-то до какой-то степени разбираются, и ни одна Татьяна как минимум, как минимум в алфавите разбираются все, то есть прочесть может любой. Да, просто может кто-то, ну, вызваться так же, объяснить другим, кто не понимает, это же нормально, мы же каким-то разветвление в какой-то степени немного такое дополняющее. да. Тань, знаешь, что нам нужен? Нам нужны чтецы конспекта, которые прочитают его и скажут, что понятно, а что непонятно. Это однозначно, однозначно, потому что на сегодня полным чтецом является Татьяна и Светлана. Вот два человека. Никто... Я буду третьим человеком чисто теоретическим. Да. Вот у нас есть три человека, которые целиком прочитали то, что мы прошли за год. Три человека. Много это или мало? Я считаю, это катастрофически мало, потому что в конспекте есть реальные пробелы. даже я не говорю про грамматику вообще, я говорю про конкретно то, что необходимо для выживания. Не какая-то там теория Ваккернагеля в трех томах, а алгоритмы простые, в них есть пробелы, потому что если сопоставить все алгоритмы, данные в разных занятиях, они противоречат друг другу. Они когда-то дополняют, а иногда противоречат, поэтому там есть проблемы. Там не все безупречно, но когда все молчат, значит, всех все устраивает. Вы меня прямо сейчас готовы в пастель кинуть. Конечно, конечно. Я не знаю вопрос, адекватный или нет насчет сандхи, разбора сандхи. Это разве к Эдгару вопрос прозвучал сейчас. Чем плохо? Ты понимаешь, у сандхи тоже разные уровни сложности. Есть сандхи тривиальные, а есть редкие. Чем же редкие сандхи не вопрос? Чем сандхи рыжие? Оно вполне, мне кажется, синтаксическое, потому что если мы сандхи не знаем, то мы там структуру предложения не увидим. Ну да, поэтому называется ты как-то искусственно и ставишь какие-то ограничения себе, которые тебе никто не ставил, а ты сама себе придумала. Я сейчас как раз прощупываю вот тот уровень, на котором вообще все-таки варномалу это плохой вопрос, а вот сандхи хороший. Нет, но не для Эдгара. Я говорю сейчас про Эдгара, потому что мы же ему будем адресовать. Нет, мы не будем адресовать вопросы ему, мы их соберем в чате, а уже какой вопрос куда пойдет, это вопрос хозяйственный. Мы пока выписываем свои вопросы. Хорошо. А уже кто куда пойдет, это вопрос второстепенный. Скажите, пожалуйста. Да, Диана, говори. А сколько в воскресенье занятия? Возможно ли туда подключиться? Туда можно подключиться. Заяц, ты уверена, что ты хочешь? В пять часов по Москве воскресенье. Хорошо, спасибо. Мне в тебе желтко. А я в восторге. Я тоже. Инициатива не должна быть наказуема. Пять часов, то есть в 16.50 ты должна быть в зуме уже. Ну так что, кто будет конспекта читать? Я не услышала фамилия. Значит, Мищенька просто забыла, как ее зовут, она дар речи потеряла на третий час. Я пишу Роза, Елена. Кто у нас там еще есть в списке? Да, должны быть кто-то, кто вообще ничего пока не знает про курсы Эдгара. Ну да. Кто первый раз пришел и еще, ну то есть, чтобы свежим, совсем свежим взглядом. Совсем свежий я боюсь не сможет. Там очень много сокращений. Вот какая-то отдельная проблема это сокращение, которое нужно расшифровать. Диане пока рано читать, там сложновато. Диане пока надо просто послушать. Там не для начинающих вообще этот конспект. Проблема в нем в том, что если человек, который на третьем уроке Кочергиной начнет читать, то он запнется. То есть, если там его доделают, этот конспект, то придется вводить все лексические понятия, расшифровывать, во-первых, все сокращения, вот эти вот всякие там сингвуя. И не просто сокращения. Посмотри, ты слышала, когда Роза задавала вопрос, а что это за скобочки вокруг девадаты? Вопрос не в каких-то лексических сокращениях даже, а в элементарном устройстве, в графических обозначениях, которые, казалось бы, очевидные, но оказывается, что спотыкаются об них не о чем-то сложном, а о простом спотыкаются. они могут быть очевидны. Они могут быть очевидны тем, у кого базовое образование лингвистическое, у кого его нет, они не очевидны абсолютно. Надо срочно получать базовое лингвистическое образование, иначе невозможно дальше учиться на скрыт. Все к этому идет. Да, я серьезно говорю, хотя бы какие-то курсы нужно заканчивать, на что там слишком много понять. Хотя бы вот эти для себя скобочки прояснить, какие-то такие вещи элементарные. Я считаю, что должно быть очень много сносок. Вот, таково мое мнение. Нам нужно введение в синтаксис, во-первых, и не в санскритский, а в синтаксис. Не в синтаксис, а в синтаксическую терминологию, тогда уже, наверное, для начала, а потом уже в синтаксис. Синтаксис тоже простое предложение. В синтаксис общий, да, синтаксис не санскритский, а синтаксис общий и частности русский. Да. Я бы пришла. Таня, я сегодня... Поэтому, когда Таня сказала, что завтра будет готов конспект, я про себя улыбнулась, потому что там 120 страниц, а не больше 170. Таня, я тебе покажу сейчас сегодня книгу, которую я показывал своим. Я считаю, что нам когда-то надо составить вот такое для санскрита. Не знаю, виден ли мой экран достаточно четко? Виден, да? То есть, такие вещи, смотри, вот страница справа. А что там написано? Это члены предложения, второстепенные члены предложения. Да. Мы же, как Роза и отметила, мы же на графическом уровне не используем школьную разметку. Для анализа санскритских предложений мы не используем школьную разметку. А почему? Чем она хуже? Мы ее для русского языка применяем в школе, а для санскрита в тех же ситуациях не применяем. Почему? Я не понимаю, почему. Потому что у нас этого нет. У нас нет никаких табличек с местными именами. У нас вообще ничего нет. Мы голые. Ну, у нас все устно, скажем так. У нас устно. Нету никаких опор. Нет, методичек нет. Ну, у нас детали, конечно, есть в закрытых школах. У нас нет. Их надо делать с нуля по принципу русских учебников. Вот я за это. Я вот прям готова за этим заняться. Это кто сейчас сказал? Подождите. Роза. Я считаю, я считаю, что это базовая книга, потому что первые, четвертые классы это наш уровень. Русский язык, школа, первые, четвертые классы. Нет, очень актуально. У меня сейчас ребенок учится, поэтому я с удовольствием в этом поразбираюсь. Елена, ты умничка. Ты умничка, Елена, умничка. Ну, скажи хорошая штука. Да, обалденная. Вот почему у меня ее не было в первом, четвертом классе. Вот проблема. Вот здесь сделано вот вся грамматика в виде таблиц, то есть вот все, предложение. Можно эту методичку нам прислать? Ссылку. Я уже прислал эту ссылку в чате ревнителей санскрита уже раз пять, Роза. Одну конкретную, не десять, а вот именно на вот эту книжечку. Я тебе сейчас еще раз ее пришлю, но это будет последний раз, я больше ее слать уже не буду. Сегодня нам ее еще прислали. Хорошо. Другой вопрос. Как она четко называется? Мне вот нужно... А я тебе сейчас ссылку пришлю, я тебе не буду ее зачитывать, я просто пришлю тебе ссылку. Помните, Марсис Юрьевич, я вам говорила про простоту в динамике, что простота должна быть постоянно в динамике, то есть надо постоянно давать эти ссылки, давать эти кусочки, давать эти кусочки конфликта. Я их даю... Меня нельзя выпрыгнуть, что я не могу сказать. Видите, а все равно мало, все равно никто не понимает, где брать, несмотря на кучу чатов и напоминаний. Знаете почему? Потому что помимо ссылки надо еще прописывать русское человеческое название, тогда это лучше. А я прописываю по возможности. Вы пишете, все уже купили вот это название книги? Все уже купили. Это значит, ты должна остановиться все. Если ты едешь в машине, ты должна остановиться, выключить зажигание и заняться ее покупкой. Вот что это означает. Очень легко попасть в аварию. В аварии не надо. Значит, хватит уже аварии на твою голову. Значит, вот. Здесь оглавление. Одно оглавление. Здесь золотое. Смотрите. Звуки и буквы. Слог. Правила переноса. Состав слова. Значение слова. Текст. Предложение. Словосочетание. Прямая речь. Части речи. Какой здесь раздел части речи? Заглядение. Вот я вам покажу раздел части речи. Просто заглядение. У нас проблемы не с санскритом, Татьяна. У нас проблемы с русским языком первые и четвертые классы. Вот с чем у нас проблемы. Мартис Юрьевич, можно я пойду? Да, конечно. На сегодня хватит. Спасибо большое. И до встречи. Я надеюсь, что, может, через месяц, через два, когда снова созреем, когда она болит. Спасибо всем. А в это воскресенье занятия не будет? В это... Каждое воскресенье. Каждое воскресенье. У нас есть занятия. Но здесь собрались те, кто не понимает, что происходит на занятиях. Это комментарий к занятиям по воскресеньям. В воскресенье. Каждое воскресенье бывает занятие. Мы один раз впервые собрались помимо воскресенья. Возможно, соберемся еще когда-нибудь. Хорошо. Спасибо. До завтра. До послезавтра. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.